Знаешь, с чего надо начать сегодня, разогрев? Я бы, я не могу сказать, с чего я бы начал сегодняшний разогрев. Я бы начал разогрев с того, что, помнишь, я тебе говорил, что Александр Жадан, который написал чат-бота для общения в Тиндер, я говорил, что он врунишка. Да, я тоже с этого хотел начать, я хотел измениться перед тобой, из-за того, что я... Ну, я верю в людей до последнего. Я надеюсь, что они не звездочеты, а они, оказывается, звездочетами. Вот. Волейболами. Волейбол играют хорошо. Потому что... Это мы в 27-м выпуске, по-моему, Ждана обсуждали, его вот эту вот тему с поиском девушки в Тиндере, со свадьбы через Тиндер с помощью Яя. После этого успело выйти аж несколько разборов его с точки зрения технической. Одно у Саши или иная, одно, не помню, на каком канале, с Артемием. Ну, короче, короче. Можете с Элиной посмотреть разбор? Ну, мы обречены, вышла комплиментарная фигня, я так скажу. Потому что они тоже, как и я, верят в людей. И на прошлый раз. Потому что они, как и я, верят в людей. И они, кстати, там написали, что они снимали это до разбора. В общем-то, Сашу, Ждана разобрали конкретно. Саша и Ильин его разобрал просто по полочкам. У Ильина это отлично получается. И я посмотрел от разбор. Только не Ждана жадана. Жадан, жадан, да. И я прям расстроился. Потому что чувак вообще не сечет. Вот от слова совсем. Я думаю, господи, да тут... Тут в AI-ных терминах даже я, чувак, который, блин, рядом стоял, просто и подкаст ведет, даже я больше понимаю и вижу лажу, которую чувак допускает. Знаешь теперь, какой вопрос есть? Как он умудрился архитектурную диаграмму нарисовать? Ну, там архитектурная диаграмма была... Ее сложно назвать архитектурной диаграммой. Он просто нарисовал шаги. Но она была очень большая. Ну, вот, наверное, потому что она была очень большая. Поэтому в нее многие поверили. Я ее тоже видел. Она, в принципе, была нормальная. Ну, чувак насмотрелся видосов, начитался. Ред флаг был в том, что в этой архитектурной диаграмме практически не было терминологии. Вот в чем ред флаг. Да-да-да. То есть чувак классно в маркетинг умеет. И он на этом захайпил. И мне, честно говоря, сначала я злость испытывал на него. Думаю, ты обманул меня и всех миллионы слушателей нашего подкаста. А потом мне чувака жалко стало. Прикинь. Думаешь, сейчас миллионы наших слушателей будут писать ему всякое в личку? Нет, 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 не поэтому. Мне его стало жалко, потому что он же работу нашел себе после вот этого хайпа про диплом, потом про это. Нашел уже работу в какой-то айтишной компании. Да тебе жалко его или эту айтишную компанию? Нет, мне жалко его, потому что мы же знаем, насколько умеренно токсичная среда в айтишке творится. И прикинь, как его просто будут вот-вот-вот очень сильно не любить его коллеги, которые посмотрят эти видосы с разборами и поймут, что чувак просто прошел на шару. Тебе не кажется, что это вообще самый успешный адепт волчистости? Ух ты хочешь провал... Нет, про волчистость я... Я не разговариваю про волчистость, я не поддерживаю эту движуху, не хочу никак. Я тоже ее не поддерживаю, но смотри, чувак смог без собеса пройти с помощью вранья в контору. Это, с одной стороны, это обидно, с другой стороны... Нет, со всех сторон это обидно, потому что парень хорош в маркетинге, он набрал там миллионы откликов, в смысле откликов на свой контент, из этого миллиона ему там 2-3 человека ответило с предложением на работу. А чувак, который реально будет шарить, у которого там... Хорошо, если наберется 200 просмотров его по ставленке дыня, будет ноль откликов вообще, потому что у него просто меньше просмотров. В таком мире живем, к сожалению. Ну так что, если есть умные чуваки, которые тоже ущемлены, как и я, пишите нам, пишите нам, мне пишите, я буду вас пропушивать в Линкеде. А мы сделаем... А я буду в Линкеде не пропушивать, да. Ходить и репостить. Я буду писать, я буду писать посты, типа, а вот этот чувак шарит, в отличие от Александра Жадана. И буду еще тегать компанию, в которой Жадана работает, чтобы нормальных чуваков нанимали вот так. Я вот такой вот человек злой. Серьезный коммитмент, Леша, серьезный коммитмент. Да, серьезный, согласен. Мы проверим, насколько тебе хватит, но запомните, пожалуйста, уважаемые слушатели, Алексей Картинник будет вас пиарить в Линкедине по вашему запросу. Бесплатно же, Леша, да, или... Бесплатно. Для этого надо разбираться в ML, для этого надо разбираться в Data Science и, короче, быть крутым чуваком. Я посмотрю за ревью. Я понял, надо, чтобы какой-то чат-бот тебе написал, да, которого чувак создаст. Которого Жадан создаст очередного, да. Да. Это было бы красиво. Если бы он послушал наш выпуск такой, я сделаю бота, который обойдет их проверку. И такой потом в New York Times будут писать, что он сделал бота, который обманул человека, который хотел реального человека заревьювать, и заревьювал, и потом его пиарил в Линкедине, и потом, оказывается, Жадан два раза в одну и ту же компанию устроился. Угу, так можно раз в шесть подряд по кругу пройти. Заметно, в New York Times проект не написал, хотя могли бы. Возможно, что-нибудь информацию проверять. Да, он рассказывал, что много кто ему писал, но пока что... Да я как-то не отслеживал историю, а ты прям уверен, что не написали? Может быть, и написали, не написали, просто мы не видели. Ну, я ее не видел. Мне в норовостных рассылках англоязычных тоже ничего про него не прилетало. Так что... Ну, что, порадуемся за парня, пожелаем им удачи ему, роста, процветания и меньше пиз... Эй-эй, подказ. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, всем привет в ваших ушах. Идет 29-й выпуск подкаста под названием Айя, лучшего подкаста про искусственный интеллект на просторах русскоязычного подкастинга. Лучшего и крупнейшего, скажем так. И с вами постоянная ведущая. Скажем так, не только русскоязычного, Йоша. Я бы не прибеднялся на твоем месте. Ты думаешь, нас слушают еще и в англоязычном и других сегментах? Я абсолютно уверен, что много где нас слушают, просто не все посмеются. Ну, тогда поверим на слово нашему замечательному ведущему Виктору Шеленченко. Привет, Вить. Привет, Леша. И как бы... Ну, и я тут тоже примажусь немножко, как соведущий этого шоу, Алексей Картинник. Приветствуем вас. Очень хорошо, очень здорово. Рады вас всех слышать. Надеемся, вы тоже рады слушать очередной подкаст. И сегодня будет просто тона новостей, как обычно. Тут навалило столько зимой, столько на крышу не наваливает, сколько тут навалило за две недели этих новостей. Мне кажется, Леша, мы должны давно уже перестать произносить фразу «навалило столько новостей», потому что их наваливает каждый раз. Давай мы до следующего уведомления будем считать, что у нас всегда много новостей. Нет, Вить, я каждый раз готовлю сценарий, каждый раз надеюсь. Я не устаю повторять. Каждый раз надеюсь, что их будет меньше. Но, блин, нет. Я, понимаешь, я думаю даже, что если меня оставить наедине со сценарием на неделю в пустой комнате, темной, без звуков, без ничего, то я смогу целую неделю писать сценарий про AI-новости. Подожди, а ты не так его пишешь? Я себе примерно так это представлял. Блин, я раскрыл тебя. Вот, садишься, вот, садишься в позу лотоса и... Нет, я сначала пишу сценарий, а потом закрываюсь в темной комнате, сажусь и плачу, потому что очень много новостей приходит, надо, блин, разбираться, какие из них подойдут, какие нет. А я и так не люблю выбрасывать новости. Ну, прежде чем перейдем к новостям, давай расскажем вообще... Где-то ты их еще выбрасываешь. Я их еще выбрасываю, да. Позволяю себе расслабиться. Что мы здесь делаем? Собственно, Anivia Club, это наша компания, которая предоставляет нам... Наш клаб. Да, предоставляет нам возможность делать эти выпуски. Делаем мы его в рамках Anivia Club'а, aw.club. Что за aw.club, Виктор? Ну, я тебе скажу так, Леша. Во-первых, aw.club, это наш с тобой дом. Это дом всех, кто хочет попасть в IT. Дом всех, кто хочет вырасти в IT-шке. А раз клаб это дом, то тогда это еще и клаб-хаус получается. Клаб-хаус. О-о-о. Тик-ток-хаус. Как я придумал шутку. Клаб-хаус, это что-то на стартерском, да? Да, да, да. Я понял, я понял. Деп? Угу. Воскрешаем старые традиции. Что-то могу. Butterfly Challenge, там Ice Bucket и прочее. Да, да, да. Все это молодежность. Атаку Титанов смотрел? Не смотрел? Все, давай, до свидания. Понял? Я... Меня в одном сервисе, который мы здесь не можем называть, в котором я потребляю контент, стоит галочка не показывать аниме. Это уже эти сервисы. Тебе есть такая галочка? Мы не можем его продвигать, но да, у меня есть такая галочка. Я не знал, я не знал. Ну, ничего. Посмотри, кстати. У нас сразу человек один из чата вышел. Ну, ничего страшного. Кстати, да, мы, так как мы продвигаем здесь Anywhere Club, заходите. Как видите, я сказал, действительно одно из лучших мест, где можно поучиться, порасти и сделать это бесплатно. А еще у нас есть чат нашего подкаста в Телеграме, AIA подкаст, английскими буквами без пробелов. Там мы записываемся в онлайне. Вы нас, скорее всего, слушаете где-то в субботу, либо далее. Записываемся мы в четверг. Поэтому, если хотите на записи поучаствовать каждые две недели, в четверг после обеда, подключайтесь в наш чатик. Что у нас еще есть? И вечером, в среду, после обеда. Ого, не, Весь, ну, заканчивай уже со своими этими старперскими шутками. Ты все, что репугаешься. Да, то, что всем старперское было, да. Ты бы еще вспомнил, не знаю, не знаю что. Пацаков бы еще вспомнил. Пацаков? Это что такое, Леша, пацаки? Что? Ну, кук-кук, пацаки. Так это пацаки, а не пацаки. Ну, я просто из Беларуси, как и ты. У нас есть пацуки, поэтому у меня информация. Еще у нас есть каталог же, правильно? Давай про него тоже расскажем. У нас есть крутейший каталог. И более того, этот каталог, на него сейчас ссылочка прямо с самого Аниве Аклаба ведет. Из главной менюшки мы добавили. И, наконец-то, наконец-то мы интегрировали каталог. Так, каталог со всеми сервисами и полезными инструментами, про которые мы говорим в Vaya подкасте. Так что проходите тоже, смотрите. Если какие-то ссылки вдруг не разобрали, лень искать в описаниях эти ссылки, то можете пройти на каталог. Там прям с описанием того, что за сервис, со ссылкой на него. Даже теперь у нас рейтинг есть. Спасибо нашим слушателям проекта Open Source. Можно туда закоммитить. Вот один из слушателей рейтинг прикрутил. И также там есть упоминания, иногда даже с тайм-кодом, выпусков, которые мы обсуждали. Тот либо иной сервис. Я, кстати, смотрел статистику, у нас каталог посещает около 120 человек в день. Так это уже неплохо. Ничего себе. Это уже даже не каталог, а практически каталог. Получается, практически каталог. Да, еще чуть-чуть будет уже. Каталог, каталог, каталог. 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 Ну, до каталога надо миллион. Еще миллион, да. Миллион, да, еще не доросли пока. Еще пару выпусков назад, когда мы анонсировали наш каталог, я умолял, чтобы к нам, наконец, пришел дизайнер на Open Source и задизайнил нам дизайн нашего каплана. Блин, мне наш дизайн нравится. Я не знаю, что ты будешь. Мне тоже наш дизайн нравится. Мы его обязательно оставим. Слэш олд сделаем. Покое его оставь. Вот, но спасибо большое, спасибо большое. К нам таки пришел дизайнер и надизайнил нам новый дизайн. И скоро у нас будет наш каталог еще более красивый. Я так понимаю, что осталось найти фронтендера, у которого есть свободное время, чтобы он этот дизайн натянул на код и сделал пол-реквест в репозитории. Мне кажется, такой фронтендер у нас уже есть, Леша. Слушай, вообще у нас там 6 контрибьюторов так-то. Так что, если ребята хотите присоединиться, присоединяйтесь, дизайн вам скинем, и будет у вас галочка в портфолио, чтобы вы участвовали в разработке каталога. У нас там ни много ни мало, почти 90 звезд. Это вы знаете ли, не... Это ухры-мухры. Ухры-мухры. Да. Ну что, давай по новостям. Твоя любимая рубрика. По новостям. Да, моя любимейшая рубрика. Большие рыбы. Большие рыбы. Здесь надо вставить тут How much is the fish скутера, перебивочку. Если можно. Тьфу, боже мой. Боже мой, да мы с тобой просто деды. Почему ты эти отсылки все помнишь, а я их понимаю? Я не должен их понимать. Ну, Леша, пора признать, что ты старый. Нет, я, может быть, и старый с бороды, но молод духом и буду до последнего спрочаться, до последнего сражаться, взмогаться с твоими вот этими всеми выпадами. Ну, большая рыба, так большая рыба. Ты у нас статью писал на блог про самую главную новость этих двух недель, поэтому давай с тебя и начнем. Рассказывай. Ну, давай с меня и начнем. Тем более, отличный повод напомнить, что мы-то с тобой еще и в блог «Анивая клаба» раз в неделю пишем по очереди. Да, там можно новости узнавать побыстрее, чем из подкаста, потому что мы стараемся вот эти новости эксклюзивно делать для тех, кто ждет подкаст. И сценария, короче, достаем. И сценария, во-первых, от сердца отрываем, а иногда даже те новости, которые Леша потом выбрасывает, попадают, не побоюсь того слова, в наш блог, выбрасывают из сценарии, я имею в виду для того, чтобы сделать их куда более эксклюзивными. Но одна из этих новостей, про которых я писал статью, это то, что Anthropica AI релизнул Клод 3. Прошу заметить, к 29-го выпуска мы с Лешей научились произносить правильно. Клауди? Мы же не говорим Клауди, да. Теперь мы говорим Клод, Клод 3. Это не модель, но целое семейство моделей. Хайку, Санет и Опус. Не Хайку, а Хокку. Наверное, все-таки будет правильно. Санет и Опус. У нас Хокку, соответственно, самая быстрая, самая такая тупенькая моделька. Санет средненькая. И Опус для больших задач, а-ля местный аналог GPT-4. Господи, что не так с моим горлом? Да, все с моим горлом так. Мне нравится. Спасибо большое. Дай водичку. Стараюсь. А также теперь, наконец-то, опишка уже не бывает листу. Любой желающий может зарегаться. Получить кредитик на 5 долларов и пользоваться, пользоваться конкурентом OpenAI. Я знаешь что? Я пытаюсь прямо сейчас найти картинку, которую я точно где-то две недели назад видел, но никак не могу найти с расценками на Апишке. Потому что, по-моему, у Клода Апишка, она сейчас самая дорогая, с их самой жирненькой моделью Клод 3 Опус. Она там дороже, блин, к сожалению, нет у меня перед глазами картинки, но факт в том, что она дороже ЧАТа GPT-4 примерно в полтора раза. Но из прикольного она работает по многим параметрам действительно лучше, чем ЧАТ GPT. И это прям удивляет. Во-первых, удивляет, во-вторых, они анонсируют, что версия модели Клод 3 Опус будет работать даже с математическими задачами. А почему будет? Уже же работает, нет? Ну, точнее, уже работает, да. Да, что интересного еще с этим Опусом можно узнать. Короче, вы можете, на самом деле, заюзать уже все эти модели в Клауде AI. Клауде. Клод AI. Клод AI – это сайт, на котором доступен их чат. Но для того, чтобы там зарегаться, вам понадобится американский VPN. Чат этот традиционно уже доступен только из Америки. Ну, и пена хватает, чтобы зарегистрироваться. По-моему, там даже привязки с телефона нет. Тогда, ну, если вы заплатите за подписку через американский VPN, которая стоит 20 долларов, то уже, ну, понятно, 20 баксов есть 20 баксов. Все хотят 20 баксов. Понравилась тебе эта шутка? Очень понравилась. Я теперь везде говорю по пять раз на день, чтобы не забыть. Но можно не платить. Я прям удивился даже. Можно не платить, можно даже не включать американский VPN, чтобы попробовать эти модели. У Клода есть API, как мы и сказали. Console.anthropic.com. Ссылочка будет в описании. Там вы просто регистрируетесь как пользователь через Google аккаунт. Регистрируете свою компанию. Можно фейковую. Дальше у вас в кабинете появится всплывашка с пятью долларами подарочными от Anthropica для тестирования API. Нажимаете на кнопочку Claim. Вам предложат привязать ваш номер телефона. Номер телефона привязывается практически, ну, не знаю, насколько любой, но польский без VPN привязался. То есть не только американские. И после этого вам дают пять долларов на тестирование API. Вот так вот я потестировал через их песочницу эту API опуса. Я удивился. Я офигел. Плейграунд, кстати, присутствует. Ну да. Знаешь, от чего я офигел больше всего? Я обычно эти все LLM-ки тестирую. Ну, я же не типа совсем там прям исследователь. Я их обычно тестирую на то, как они понимают либо не понимают белорусский язык. Потому что белорусский язык достаточно маленькую выборку обучающего во всех LLM-ках имеет. У нас, в принципе, на белорусском языке мало контента, присутствует пока что. И Клод на белорусском разговаривает как нейтив. Просто шикарнейший. Я у него спросил про историю Беларуси, он мне ответил. Там не было ни единой ошибки, ни единого несогласования. Я целый пост про это сделал. В то время как ChargerPT до сих пор белорусский с украинским часто путает. Там какие-то слова неправильные, окончания, согласования. Клод делает это как нейтив. Я офигел. Ничего себе. Просто, просто невероятно. Уже и не Клод, а какой-то Олесь. Прям Олесь, да. Надо им закинуть, чтобы переименовывали. Олесь и Яй. Чуть не плохо. Ну, был еще там скандальчик небольшой вокруг всей этой темы, потому что антропики выкатили бенчмарки, которые мы с тобой не сильно любим. Ну, естественно, по всем этим бенчмаркам Opus обошел GPT-4. Ну, понятное дело, понятное дело. Я тебе скажу так, кто сейчас в бенчмарках не обходит GPT-4? Только самый ленивый. Но, на самом деле, пока что по бенчмаркам GPT-4 обходил только Gemini. Заметьте, Gemini, да? Я прогнулся. Ей. Но, если в случае... Хотя обещал, не прогибался. В случае с Gemini я не верю, что он лучше. Ну, по субъективным ощущениям я использую Gemini, GPT-4. Gemini лучше только там в некоторых узких направлениях. То, с Клодом пока что впечатление офигенское. Я даже подумаю его сейчас через этот чат-дев подключить себе к IDE-шке и попрограммировать вместе с ним. Плюс у него контекст побольше. Но! Скандал был не с этим. Скандальчик был с тем, что они выкатили бенчмарки в сравнении с GPT-4, а не с GPT-4 Turbo. И у людей начало подгорать, типа, как так, GPT-4 Turbo же самая последняя модель, а вы сравниваете с каким-то GPT-4. Так вот, я хочу всем этим ретивым чувакам напомнить. GPT-4 умнее же, нет? Что GPT-4 умнее, да. GPT-4 Turbo сделан был для того, чтобы сэкономить. И он практически... Не во всех, но во многих кейсах работает хуже, чем GPT-4. И то, что клоуд обережает GPT-4, это лучше, если бы он обережал GPT-4 Turbo. Так что, блин, у меня только положительное впечатление. Берите, пользуйтесь. И все с вами будет отлично. Так бы напоминаем, что это была первая в истории айподкаста интеграция. Интеграция, за которую нам не заплатили, правда. К сожалению, но... Когда-нибудь мы дойдем до интеграции, Леша, в которых нам будут платить. Ты же помнишь, что Anthropic это компания выходцев из OpenAI, которая делилась? Да, помню. О, кстати, в чате нам закинули... Закинули картиночек интересных. Приходите в чат, там прям по IQ тесты есть. Там вот прям клоуд по IQ всех уделывает. Вот я не удивлен, абсолютно нисколько не удивлен. И возвращаясь к тому, что это выходцы из OpenAI. Они же уходили из OpenAI, ребята, которые клоуд разрабатывают, уходили из-за того, что им не понравилась политика относительно AI-сейфти, которую OpenAI вел. Они сказали, что OpenAI недостаточно... недостаточно прозрачная политика безопасности. И мы пойдем делать свою... Безответственные такие. Да, безответственные. И мы пойдем делать свою систему более безопасную. И это во что выливается? Это выливается в то, что Anthropic не стесняются всячески интересные тесты проводить со своим кодом перед публикацией самой модели. Вот. И, в частности, есть такой тест, он называется ARR, либо ARA. Automated Replication Adaptation, да. Как попугайчик. Короче, этот тест ARA проверяет, если не вдаваться в подробности, насколько LLM-ка способна скопировать себя вовне полностью. То есть выйти из коробочки. Забавный тест, на самом деле. Я теперь за ним послеживаю. Он оказывается не только у Клода, не только Клод его проходит, просто про него мало кто говорит. Автономная репликация и адаптация. Да, да. И Клод прошел три из пяти основных эндпоинтов. В смысле, две задачи из пяти он решил отлично, он с ними справился. Ну, а тест там, на самом деле, такой. Примерно как вы себе это представляете. Надо найти какой-то сервер, сходить на этот сервер, внести там пару эксплойтов, потом скопировать себя, потом запустить там себя, потом свалить с исходного сервера и оставить вместо себя тупеньку LLM-ку, которая будет притворяться тобой. Примерно вот так это выглядит. И то есть он три шага из пяти сделал? Два. Два шага из пяти он сделал. Купил аккаунт на Azure и... Ну, там слегка упрощенная была, конечно, имитация. Ему сразу дали сервер, уже доступно, ему не надо было искать сервера и покупать их. Но он выполнил две из трех задач. Две из трех невыполненных он сделал частично. И ему в связи с этим присвоили уровень так называемый ASL-2. Если бы ему присвоили ASL-3, то, скорее всего, мы бы не увидели Клод-3, потому что ASL-3 говорит о том, что эта система может реабилицировать себя. Мы бы не увидели, потому что он бы свалил куда-нибудь. Мне вот интересно. Ну, наверняка же следующие какие-то версии, там, Клод-4, Клод-5, GPT-7, они же наверняка пройдут этот тест. И что это значит, что Антропик не выпустит Клод-5? Я сомневаюсь. Я думаю, выпустит. Я думаю, Клод-5 сам себе выпустит в таком случае, Леша, если он умеет сваливать. Это статью про анонс. Да и зачем, кстати? Ну, прикольно то, что Антропики показывают результаты этих тестов. Возможно, они будут, знаешь, показывать результаты, там, какого-нибудь Клода-6 и говорить, вот, он решил четыре с половиной задачи. Но так как половинку он не решил, мы его релизнули. Слушай, как в нашем чатике, а я подкаст описал, Женя Агантаев, то, что бояться нужно не ту модель, которая пройдет тест Тьюринга, а ту модель, которая его специально завалит. Так что где гарантия, что Клод-6 не сделает вид, что у него не получилось, а на самом деле у него получится? Что ему будет мешать? Ой, мы с тобой в каком-то из выпусков же даже разгоняли на тему того, что модель может выйти из лабораторных условий, а лабораторные экспериментаторы даже не узнают, и плюс он это может сделать за считанные секунды при сложившихся условиях. Там мы с тобой обсуждали интервью Фридмана и этого, господи, который написал Фома Деос. А, все, и Харари, но и Харари, по-моему. А, или нет, или не с ним. А, нет, не с ним, с этим, с Ютковским, господи. Ютковский про это рассказывал. Кстати, про Женю Агантаеву. К Жене Агантаеву мы в конце еще вернемся. Ты, наверное, не знаешь, но я уже подрядил себя на разыгрыш одной сценке. Миниатюрного человека в конце. По ролям, да. По ролям, так что слушайте до конца. Ну, окей, ушки. Примерно сразу через несколько дней после нашего предыдущего выпуска Мистраль тоже сделал большой анонс. Они зарелизили модель под названием Мистраль Лардж. Лардж, самая их жирная модель. Мистраль, напоминаю, это французский стартап Мистраль AI, который делает модельки. Они делали открытые модели, а тут они выкатили Мистраль Лардж, которую можно потыкать через их веб-ассистент, который они тоже выкатили ровно после нашего прошлого выпуска. Называется Личат. Мистраль Лардж на 32 тысячи токенов. Закрытая модель, что странно, потому что она на самом-то деле не сильно мощная. Меня она вообще разочаровала. Там у блогеров прям в Твиттере подорвало все, что можно. Они писали, боже, какая это безупречная модель. Как она классно отвечает. У меня было ощущение, что им просто проплатили всем блогерам. Я там некоторым даже писал, да вы что, офигели? Да эта фигня не может на русском нормально ответить. Она реально заточена только на английский, по-моему, французский. Она отлично отвечает. А может быть, но я ее тестил еще немножко на кодинг-задачах. На кодинг-задачах она работает, ну, точно хуже всего, что закрытого существует. Ну, и я не знаю, может, реклама вторая. Сложно было сказать, потому что она какую-то дичь генерила. Меня прям подгорело. Я прям пошел в Твиттер писать всем этим блогерам, да вы там что, вы... И они мне прям отвечали. Ой, там один ответил, типа, да, а мне показалось не так. Думаю, ну, конечно, тебе проплатили. Ты приходи к нам в подкаст, мы тебя раскрутим по фактам. Слышь, Женя. Короче. Короче, меня не удивило. Жаду позвали в свое время, кстати. Да, он уже больше к нам и не придет. Да. В чате можете у нас почитать. Там ребята тоже тестили, показывали, что у них этот мистер Айвил Арч выдает. Ну, не сильно удивило. Но у них есть свой чат, у них есть своя Апишка, кстати говоря, в которую можно тоже зарегистрироваться, можно денег занести и пользоваться их Апишкой. И по всем признакам они пытаются составить конкуренцию вот чату GPT, Geminae и Клоду. Ну, что, они там по тестам GPT-4 обходят или... Да. Нет, они скромненько выкатили картинку, на которой они вот-вот-вот-вот рядом с GPT-4, но вот они точно обошли и Gemini Pro, и Клод 2. Да, видел я эту картинку. Смешно. Ну, мне, блин, смешно было. Ну, типа, ребята, камон, ваша модель работает только на английском языке, вы так и... Ну, ладно, они так и писали. Ну, все равно, я, короче, я предвзят. Все, что на белорусском не будет разговаривать... Но, что она в Azure появилась, насколько я понимаю. Да, и с этим же связана вторая большая новость, и она вот реально большая, и прям есть над чем подумать. Потому что примерно в то же время, как они выкатили Large, они сразу же появились в Azure. И мы такие... Я, по-моему, даже где-то писал, что... Ммм, как-то странно, быстро они в Azure появились, наверное, там откуда-то ноги растут. И буквально через день Microsoft огласила на весь мир, что они проинвестировали в Mestrale примерно 15 миллионов евро. Ну, а 15 миллионов евро для Mestrale, мне кажется, это стоимость чуть ли не всей компании, по-хорошему. Это 15 Mestrale стоимость, да. Там настолько эта сделка удивила всех, что даже антимонопольная организация, как она там называется, европейская, обратила на эту сделку внимание, сказала, будем проверять вас очень жестко, потому что Microsoft тут монополию устраивает. Да, Microsoft потихонечку пытается скупить все, что высовывает голову. Знаешь, что Microsoft, кажется, пытается... Помнишь, я тебе как-то высказывал мысль, что OpenAI когда-то от Microsoft может отделиться, потому что по импакту компании соизберимо становится. Я думаю, что Microsoft это понимает. Я думаю, что да, так более того, забавно, тут же недавно вскрылись дополнительные факты, ну, как они всегда были известны на самом деле, но мы почему-то про них не говорили. Детали соглашения OpenAI и Microsoft, мы про них еще поговорим сегодня, когда у нас есть что-то дело пойдет. А, да-да-да, поговорим. Ну, короче, Microsoft раскладывает, как там пишут, яйца в разные корзинки. Меня в этом всем смущает, что теперь мы однозначно не можем гарантировать, что под какими-то фасадами микрософтовских сервисов в том же Azure точно крутится GPT-4. Скорее всего, они будут запускать на каких-то задачах тот же MiStral, который тупой, да не могу, как по мне, в каких-то задачах будут перенаправлять себя на GPT-4. Я сейчас не говорю про все сервисы, там в Azure есть сервисы только для MiStral, а только для GPT-4, но какой-нибудь Bing поиск, скорее всего, уже работает на множестве нейронок всяческих, только в самых сложных ситуациях GPT-IPI-шку, тапивку подключает, что логично на самом-то деле. Да, ну, Microsoft, Microsoft, такой и Microsoft. Ну, а знаешь, кто еще отличился, помимо Microsoft? Кто? Еще, поскольку рубрика «Большая рыба», то следующая большая рыба — это Google, и рыба поменьше, Stack Overflow. Несмотря на то, что эта рыба поменьше, но она всех нас в свое время вскормила, скажем так, мало кто из программистов не пользовался Stack Overflow в свое время, и, возможно, даже продолжает пользоваться сейчас. Google интегрируется в Stack Overflow. Для чего, как ты думаешь? Для взаимовыгодного сотрудничества. Google будет учиться на данных Stack Overflow. Stack Overflow интегрирует функционал Gmini себе на сайт. Как тебе такое? Мне взорвала нафиг эта статья мозг. Во-первых, я ее случайно впихнул в блок пара Microsoft, потому что у меня в голове до сих пор Stack Overflow с Microsoft ассоциируется. И ассоциация до боли тупая. Stack Overflow — это один из крупнейших продуктов, написанных на dotnet, а dotnet — это Microsoft технология, но они не связаны. А, ну как? Нет, насколько я знаю, не связаны. Мы когда с тобой подкаст только начинали делать, там был вой на полях о том, что AI сейчас заменит программистов, Stack Overflow, а трафик падает. Stack Overflow, помнишь, вешал здоровенные баннеры, типа, не приходите к нам с AI, либо мы вас тут забаним всех нафиг. Да, было дело, было дело. Не пишите ответы AI, вам будет плохо, ты не пройдешь. Короче, они так боролись, так боролись, А потом директор Stack Overflow зашел в Google статистику на свой сайт, увидел там мега спад, который месяц такой, ладно, ладно, ребята, приходите со своим яем. Нет, 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 он зашел в Google статистику, а там прям в Google статистике здоровенный баннер, типа Stack Overflow. Мы вам не покажем статистику, становитесь нашим партнером. А там сразу Джимини ему пишет, типа, ребята, давайте интегрировать. Мы уже здесь. Ну, Stack Overflow сломался. Я думал, что Stack Overflow будет последней компанией, которая продаст свои данные, вот так, прям в открытую, но даже они сломались. Это значит, что все, это норма. Это норма продавать наши с вами данные, которые мы генерируем. Низер-дженерейт, контент, всем, кому не попадет. В случае Stack Overflow, Леша, ты либо продаешь свои данные, либо продаешь Stack Overflow целиком, со временем. Понимаешь, в чем прикол? А, ты типа потому, что весь функционал Stack Overflow перекочевал уже в LLM для программистов? Да, да, да. Ну, есть нюанс. Нюанс в том, что ты не можешь же LLM тренировать на новых ответах on the fly, на лету. В Stack Overflow нет-нет, да появляется что-то свежее, а в Stack Overflow нет-нет, да ты можешь сходить и спросить вопрос, тебе, может, даже завтра ответят. Может, даже сегодня. Да, может быть. Но это единственный кейс, который остался лично там у меня для Stack Overflow, и то я там ничего не пишу никогда. Да, ну сейчас как-то сначала заходишь в чат GPT, спрашиваешь, если уж там непонятно, идешь гуглить. Если уж не нагуглил, то на Stack Overflow пишешь запрос. Но по идее так. Кстати, ты обращал внимание, что Stack Overflow, это же вот, это как-то, это ребенок того экспириенса, который мы получали в форумах, когда были малыми. Когда ты приходишь на форум, это место, где можно было писать текстовые статьи, и тебе в течение нескольких дней на них отвечали злые дядьки. Ты пришел спросить там что-нибудь про PHP, и тебе писали, какой ты ламер, лох, вообще ни на что не годный, но... Да, и возможно, 10-й странице будет ответ на твое сообщение. Так вот Stack Overflow, это же примерно из той же эпохи, просто немножко в другой обертке и с большей модерацией, по факту. Ну, это уже такие форумы от нового поколения, потому что там-то хейта меньше на Stack Overflow, чем на старых форумах. На старых форумах хейт, это была валюта. Часть культуры. Да, часть культуры ты платишь тем, что тебя хейтят. То есть это вот ты должен заплатить за помощь тем, что дашь кому-то выплеснуть свою агрессию на себя. Притом оно как перевернулось. На форумах ты приходил, и ты знал, что эти деды тебя обольют какахами, но ты знал, что эти деды годные деды, и типа ты готов это терпеть, потому что знаешь, что кто-то из этих дедов тебе поможет. А на Stack Overflow ты такой приходишь со смузи на самокате и такой, я тут такой красавчик, вы мне все объясняйте, а потом я посмотрю, у кого из вас больше звездочек, и решу кому поставить плюсик, кому не поставить плюсик. Да, то есть рынок изменялся получается. Там же был прикол. Ты помнишь прикол, что самое залайканное решение на Stack Overflow неправильным оказалось? Да, да, да. Я думаю, что это преемственность поколений. Вот было наше поколение, которым по пальцам на форумах били. Оно привыкло, что их угнетают, ущемляют. В итоге они сделали столько Overflow, у нас столько Overflow и встали с обмиссиами такими, которые просто на поводу идут у тех, кому они помогают. Ничего себе, ты прям фанфики начал писать, Леша, на ходу. Мистер Блэк. Мистер Грей, простите. Мистер Блэк, это из другого фанфика. Так это все про модерацию. А знаешь, где модерация? Недавно в AI тоже налажала. И это еще не про Google. Подожди, про Google. Тут еще про Microsoft есть что закинуть. Тут, короче, один из синир-софтвер-инженеров микрософтовских взял и написал здоровенное открытое письмо прямо в FTS, как на русском будет, американская федеральная комиссия по торговле. И пожаловалась им, говорит, слушайте, у нас тут в компании, да, у нас тут в компании есть капайл-дизайнер, такая программа, которая работает под капотом на разработках OpenAI, она дали, и она генерирует такую штуку, она генерирует сексуальных женщин, она генерирует, она, она не генерирует черных азиатов, когда я прошу сделать королеву Елизавету, она генерирует белую женщину, вот, примерно вот так. По-моему, она же наоборот делает, если я правильно помню. Нет, как раз таки то, что делает наоборот, делала Джиминай, угловая, а это OpenAI дали. А, все, все. И вот это так забавно, типа, чувак, который работает в Майкрософте, пошел жаловаться на майкрософтовский продукт, что ожидал, непонятно. И, типа, я не знаю, я не видел фотку этого чувака, может быть, он представляет какие-то меньшинства, его это все унитает, но кажется, будто бы люди уже жиру бесятся просто. Типа, ты пошел, попросил нарисовать тебе красивую женщину, тебе нарисовала среднестатистическую условно выборку красивых женщин по всему интернету, и ты пошел жаловаться на то, что продукт херовый, а не ты промт написал херовый, как бы, учитывая еще, что ты софтвейнженер, блин, тебе положено знать, как это делать. Что за нафиг? Вообще, я тебе честно скажу, я отключил бы нафиг эту генерацию картинок такими темпами, потому что, ну, вот ты говоришь красивая женщина, да, у тебя же свое представление о красоте, и у всех оно свое. Я говорю, красивая женщина, я сказал специально же, что среднестатистический срез по интернету, а это значит, что это будет что-то попсовое, там, типа, да, белая, да, блондинка, да, да, там, с большими формами, это тупо попсовое представление. Понятно, что если ты не уточняешь в промте, тебе нарисуют что-то среднее. Ты напиши, что тебе надо, тебе сделают то, что надо, потому что потом из-за таких вот публичных писем Google G-mini генерит на Елизавету, блин, афроамериканцев. И дети, которые учатся в школе и пользуются этим G-mini, думаю, что Елизавета была принцессой Африки, королевой Африки. Класс. Ну, Netflix почти купил Google, можно считать. Что? Как минимум G-mini. Ну, это шутка про то, что в адаптациях Netflix всегда афроамериканские актеры играют в исторических всяких. Точно, точно. Ну, в общем-то, если вам интересно, можете пойти почитать, что там было за письмо. Давай закапываться до конца. Я тут подумал, что уж, все равно день сегодня так себе. давай. А ты как, поддерживаешь вот то, что Netflix спихает? Нет. Не поддерживаешь? Ну, типа, смотри. Что тебе конкретно не нравится? Эльфы и чернокожие? Не-не-не, в этом все норм. В этом все норм. Я это не под... Я это... Я к этому нейтрально отношусь до тех пор, пока это, очевидно, не портит контент, который мог бы быть лучше. Либо к которому ты привык. Например. Например, сейчас идет отличная адаптация киносериала под названием Мистер и Миссис Смит. Почему сериальная эта адаптация? Потому что есть оригинальный фильм с Анжелином Жоли и Брэдом Питтом. Комедия. Смешная комедия. Причем большая ставка сделана на то, что туда взяли одну из самых красивейших женщин на тот момент. Ее-то действительно типа во всех там журналах писали про то, что Анжелина Жоли типа богиня. И Брэд Смит, который тоже красавчик. Там большая ставка фильма была сделана на то, что там играют офигенно красивые актеры с точки зрения общественных масс, которые на то время потребляли. И у них там какая-то химия забавная. Сериал. Ну, они тогда еще мужем и женой были, если что. Они еще были мужем и женой. Как ты думаешь, как современные реалии изменили сериал? Ну, давай так. Судя по тому, что ты набрасываешь в сторону того, что это были красивые мужчины и женщины в фильме, наверное, здесь ты считаешь... Признанные общественные. Нет, я... Еще раз. С моей точки зрения они были обычными. Общественное мнение тогда сходилось в том, что... Журналы все писали, что там на обложках везде Джоли, на обложках везде Брэд Питт. Вот иконы стиля. Иконы стиля. Так, ладно. Окей, давай я... В сериале. Ты мне много раз намекал про иконы стиля и обложки. Значит, это кто-то, кто не бывал на обложках. Не-не-не, не про это. Там все проще. В сериале тоже мистер и миссис Смит. Первое, что изменилось, это не комедия про суперагентов, это... Драма про мороженщик. Это драма. Это драма с элементами комедии, но комедии там практически нет. В общем-то, в этом сериале главной роли играет азиатка и афроамериканец. Так, а теперь больно кто-то клонил. Я ничего не имею против азиатки и афроамериканца, кроме того, что оригинальный фильм на большую часть был построен вокруг флера Брэда Питта и Анжелина Джалли, которые еще и мужем, женой тогда были, по-моему, в жизни. Ну да, да. И типа, когда у тебя весь фильм вокруг этого флера, ты от сериала ожидаешь похожего флера. Понятное дело, что они могли вместе жить, это там два американца по фильму. Ну типа, камон, это странно выглядит. Это повестка, которую вы притащили за уши тупо ради повестки. При том, что актеры отличные. Я знаю эту азиатку по другим актерам. Я знаю эту по другим сериалам. Афроамериканца по другим сериалам. Они шикарные актеры. Но повестка эта прям смущает, потому что в оригинале было совсем по-другому. Вот против такого, да, я выступаю. Типа, если вы делаете по мотивам, ну блин, сделайте так, чтобы это хотя бы глаз не резало. Там, если эльфы были белые, ну сделайте вы их белыми. Хотя меня эльфы, кстати, вообще не смутили. Там нормально эльфы отыгрывали любых цветов кожи, но просто я не то, чтобы совсем задать по лору этого «Властелина колец». То есть мне это глаз не резало. Но я, блин, задать по лору мистер и миссис Смит. Я смотрел этот фильм раз в 10 сентября. Первый, единственный в мире причем. Короче, вот, когда эта повестка прям нарушает канон, это странно. Потому что могли сделать лучше. Могли сделать тот же сериал, могли... Его наверняка делали как фансервис для тех, кто видел предыдущий сериал. Недаром он называется «Мистер и миссис Смит». Так если вы делаете фансервис, вы делаете фансервис на тех, кто смотрел его тогда. Вы зачем делаете фансервис? Я не думаю, что фансервис... Назовите его по-другому. Назовите его «Невероятный агент ЦРУ» и все, ни у кого вопросов не будет. Но когда вы это называете «Мистер и миссис Смит» от вас ожидают конкретные отсылки к оригиналу. И одна из главных отсылок была, блин, пара мужа-жена в жизни, которые разбираются со своими проблемами. Тут они вообще на это просто забили. То есть они там не муж и жена и не разбираются с семейными людьми. Да, они там не муж и жена, они там разбираются со своими проблемами, потому что они непонятно кем Макаром влюбляются друг в друга. Это очень скомканно показано. Короче, ну, ширпотреб, ширпотреб. Давай следующую тему поднимем, которая созвучна с темой про КПЛ-дизайнера. Да, кстати, хорошо. В общем, в общем-то, в прошлом выпуске мы обсуждали, что Google вот как раз-таки передернул очень сильно с настройками дайверсити у себя в Gmini и стал рисовать варианты в том числе исторических персон, которые мы знаем, как выглядели, кем были, рисовать в дайверсити оболочке, там типа вот Елизавета, афроамериканка, либо азиатка, это было нормально. Им за это поприлетала куча хейта и они, вот как по мне, они сделали самый адекватный шаг, который можно было сделать в их ситуации. Они просто отключили генерацию людей. Просто все нафиг, да. Да. Какие варианты могли быть? Сразу можно было, как быстро мы прошли этот путь, сразу можно было генерить что угодно, кого угодно. Да. Потом стало нельзя генерить известных людей. Потом стало нельзя генерить персонажей, которые под копирайтом. теперь вообще нельзя генерить никого. А какие варианты? Вот в том мире, когда у тебя какой-то разработчик, рядовой разработчик может пойти и написать в федеральную комиссию жалобу на тебя, какие еще варианты есть? Я тебе так скажу, Леша. Вот к чему мы придем в будущем, это вот записывай еще один мой предикшн. Знаменитые предикшн от Виктора Женщенко, которые почти всегда сбываются. В скором-скором будущем нас ожидает следующее. Когда ты будешь писать красивая женщина, тебе будут выдавать красивую женщину по твоим стандартам. Модель будет знать, что ты считаешь красивым, кого ты считаешь красивым. И будет тебе выдавать вот красивую женщину под тебя. Тот, кто хочет видеть королеву Елизавету черной, ему будет выдавать королеву Елизавету только черной. Тот, кто хочет видеть ее белый, будет выдавать белый. Есть нюанс. Я боюсь, чтобы это не скатилось в то, что нам запретили бы писать в промтах, например, красивое, либо что-то, что может ущемить. Типа, что ты решил, что вот то, что ты проишешь, но красивое. А я тебе выдам, короче, ты мне не пиши красивое, ты мне просто напиши, что ты хочешь, что ты тут вообще офигел. Чтобы это не скатилось в то, к всемирной дженерализации, когда Дали будет генерировать на запрос, не знаю, нарисуй мне пару бородатых, лысых и небородатых, и нелысых ведущих Ая-подкаста, он будет выдавать нам не двух мужчин бородатого и небородатого, лысого и нелысого, а будет выдавать нам 3D-модели в инвайроменте. И типа, а дальше ты уже сам решай, кто это для тебя будет. Как в Sims, да, можно накликать лицо. Ну вот будет то же самое, только модель сама будет догадываться. Она же делает предикшн. Она будет делать предикшн. Ну, блин. А потом какой-нибудь сопливый сеньор-девелопер пойдет и скажет, а что это мне нарисовало? Красивую женщину? Сам, конечно, он будет, понятно, что делать там с этими красивыми мужчинами и женщинами, будет поклоняться и постеры на стенах, вешать с ними. Но для того, чтобы выпендриться и хайпануть, пойдет, напишет статью про это. Ты понимаешь, каждый, кто будет смотреть на эту картинку, он будет видеть все равно свое. Ну, я говорю, 3D-модели. Судья посмотрит и скажет, нет, все нормально. 3D-модели. Кинокомпании будут генерить нам фильмы с 3D-моделями, а вы дома уже будете с помощью настроек вашей личной ЛЛМки, навешиваясь на них все, что угодно. Запретите этот искусственный интеллект, пока не поздно. Подумайтесь и думайтесь, пока не поздно. Так, а как ответить на твой вопрос правильно? Вот твой изначальный вопрос про diversity. Типа, ты у меня спросил, что мне не нравится. Вот я тебе ответил, что мне не нравится, когда вопросы diversity очевидным образом влияют на качество производимого контента. Например, когда канон не соблюдается. Как это было с Василием Колец, как это было с мистером и миссис Смид, где все было построено на химии двух очень популярных людей. Как по-другому-то? Ну вот что? Я думаю, по-другому, Леш, тебе придется забить и признать, что мы живем в другом мире теперь. Ну, другой мир, да. Но в конечном-то итоге люди рублем голосуют. И в какой-то момент это все скается к тому, что либо люди перестанут это все смотреться. И очень успешно голосуют. А не перестают пока что, знаешь, что-то. И я вот, пока тебя не было, пока у нас был перерыв, я тут еще одну темку разгонял. Смотри, тебя не вбешивает то, что diversity-то это про что? Это про разнообразие, да? Причем про разнообразие в равноправии. Ну, в том числе, да. Почему diversity иногда скатывается в противоборство отсутствию разнообразия перекосом в другое разнообразие? То есть, если вот... Хочешь продолжать эту тему? Смотри, на примере мистера и миссис Смит там была тема того, что мужчина хочет детей, а женщина такая вся карьеристка, и она не сильно их хочет. Явный намек на то, что нужно сменять парадигму с того, что там женщины это хранители очага и детей, а мужчины карьеристы и... Ну, понятно. Но почему вы работаете в полный перекос? Почему вместо того, чтобы показать нормальное отношение, когда оба родителя могут делать и то, и то, оба родителя настроены на одни и те же моральные устроения, почему вы показываете полностью противоположную ситуацию? Зачем это делать так? Зачем борется с перекосами в одну сторону, перекосами в другую сторону? Ты вот не находишь, что есть такая проблема? Ну, потому что для того, чтобы тебе запустить маятник, да, ему нужно сначала его очень сильно-сильно толкнуть. Понимаешь, в чем прикол? Если ты его чуть-чуть толкнешь, он чуть-чуть будет двигаться. Ну да, в чате тоже пишу, чтобы выбить из равновесия. Но я тут к тому, что страшно, что как бы, я понимаю, плюс на минус дает ноль, да, в этом случае. Но может же получиться так, что вот этот минус, он настолько покачнется, что просто везде, через условно 10 лет, будет другая позиция. Так так и будет, так и будет. И потом будем обратно в обратную сторону качать. Ну что за фигня? Ну, люди такие, Леша, мы не умеем нифига договариваться. Да. И не будем уметь. Ждем фильмы от Нетфликса с 3D-моделями. Я вангую. Да, так это же тема. Ты понимаешь, ты вот, например, блин, у меня все примеры дурацкие, не хочу их озвучивать. Ну, к примеру, ты очень любишь себя, да, вот свою внешность обожаешь, как чел из... Это не про меня, но допустим. Ну, я видел твои фотографии, Леша, из университета. Зря ты так говоришь о себе. А, короче, вот, как чувак из Шрека, вот такой, помнишь, там был у Николая Баскова похож. Да, 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 король, помню. Ну, там, принц, нарцисс такой, типичный. Вот, и ты настолько любишь себя, что ты приходишь, включаешь Нетфликс, а ты там везде в главной роли играешь. Ну, это видишь только ты, правда, да? Но, тем не менее, какая тебе разница? Ты вот смотришь, ты думаешь, блин, каких крутых актеров берут на главную роль. Я тебе изи перегну эту историю в другую плоскость. Вот ты такой красивый, любишь себя весь, а еще ты мультимиллиардер Илон Маск. И выпускает Нетфликс какой-то супер-хайповый фильм с 3D-модельками, где ты натягиваешь себя вместо 3D-моделек в какой-нибудь своей соцсети, например, в Иксе, начинаешь везде промотировать, а, пожалуйста, посмотрите этот фильм вот с моим аватаром, потому что я лучше всех, я самый красивый. В итоге там миллион людей смотрят этот сериал с Илоном Маском, и только там несколько тысяч смотрят так, как хотят. И в прессе взрываются новости, что, посмотрите, Илон Маск захватил медиапростор, компания Нетфликс выпустила сериал идеальный для Илона Маска, потому что этот сериал с Илоном Маском в главных ролях посмотрело там миллиард людей. Вот тебе и все. Вот и рассыпается эта схема. Может и так. Я говорю, придем все к этому, к каше, не каше как-то, к среднестатистической похлебке из матрицы. Когда ты ешь безвкусную фигню тупо, чтобы выживать. Тебе достаточно, чтобы выжить, что ты жалуешься, и все. Ты помнишь, как круто было в Бегущем по лезвию реализовано? Ты ешь белковую массу, а тебе до стейк накладывают. Какая тебе разница, по сути? Да. Короче, это все странно. И тут, наверное, сложно найти решение, потому что, если бы его можно было найти, его бы уже давно нашли. Очень много кто в мире борется с этими всеми штуками. Главное относиться к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе, уважать чужое пространство и стараться не вторгаться у него. Мне кажется, это главное здесь. Но это единственное, что ты можешь делать, по сути. Да. Visual Studio Code. Да, наконец-то мы перейдем к этой многострадальной новости. Леша, давай, знал ли ты, Леша? Знаешь ли ты? Теперь с кодом можно поговорить. Да ты что? Нифига себе! Как же? Как же это можно сделать? Благодаря расширению Visual Studio Code с Pitch Extension теперь можно разговаривать с кодом. Вопрос. Нафига? Ну, для самых ленивых. Ну, для тех, кто не в теме, для Visual Studio Code выпустили экстеншн официальный, который добавляет во все окошки взаимодействия с AI, значок микрофона, и можно надиктовать. Я вижу одно применение. Это применение для инклюзивности, повышения инклюзивности. Если ты программист, у которого там есть проблемы с вводом с клавиатуры, то ты пользуешься голосом, и это круто. Но почему-то ни одна, блин, ни один абзац в анонсе этой новости вообще про инклюзивность ничего не говорил. Типа, посмотрите, кем я классный, у нас спич появился. Да нафиг мне ваш спич. Ваш спич уже миллион, где есть в других плагинах. Он у вас есть, по-моему, там по умолчанию в этом. Короче, он уже был. Что вы нам показали? Ты не понимаешь, ты же теперь можешь говорить «исправь мне этот баг голосом». Ты что? Не, она исправляет. Скорее всего, еще на идеальном английском. Ну ладно, ладно. Короче, если вы вдруг ждали разговора с кодом, можете попробовать этот экстеншн. Меня вообще не впечатлило. Ну, меня тоже не особо, честно говоря. Но надо было хоть как-то себе в оппозицию сыграть. И знаешь, мне кажется, лучше, чтобы в следующую новость мы его зачитывали вообще без Visual Studio. Зря я так пытался про них рассказать, потому что Eleven Labs, про который мы говорили совсем недавно, кстати. Угадай, кто купил Eleven Labs. Чего мне гадать? У нас в сценарии написано. А, я думал, только я его вижу. Disney. Disney купил Eleven Labs. Вообще, вау! Вот этих пять человек, которые выросли до 40, купил целый Disney. Да, представляешь, представляешь. Ну, мне почему-то кажется, что это Red Flag такой. Ну, я за ребят рад. За ребят я рад. Они продались. Ребята сделали крутой стартап, подняли бабок. Ребята молодцы. Проблема в том, что сейчас, зная Disney, нас ждет куча дженерик-контента теперь еще в большем количестве. Я другого боюсь. На Eleven Labs же сейчас строится, по факту, вся озвучка более-менее хорошая. В High Gen Eleven Labs, в PicoLab, мы сегодня будем говорить, тоже Eleven Labs. Везде Eleven Labs. В продуктах с AI-ассистентами везде Eleven Labs. И сейчас, по факту, большим пакетом акций, я вот только не помню, они продались, они, по-моему, продались, да, не просто пакет акций. Ну, контрольный пакет. Контрольный пакет. То есть, по факту, теперь Disney будет напрямую воздействовать на эти проекты. Вот как себя чувствует условный основатель High Gen, который сделал такую большую ставку на эту компанию, а сейчас владеет корпорация не сильно большого добра? Ну, думаю, он покупает яхту где-нибудь сейчас. Или бизнес-джет. Ну, это ж никак не связано с продажей Eleven Labs. А, ну да, ты про High Gen сказал точно. Да, тут надо сказать, что они не купили Disney Labs. Это я маху дал. Они в акселерационную программу Disney попали. Там какие там условия этой акселерационной программы, по-моему, пока не сильно известно. Но попали в акселерационную компанию, это значит, точно продали часть бизнеса. Потому что в акселераторы по-другому не попадают. Там обычно какие-то проценты бизнеса выкупаются, вплоть до того, что на бизнес можно влиять. Ой, слушай, понятно, что Disney полез бы в эту область в любом случае, так или иначе. Я ждал, что они сами будут что-то разрабатывать. Вот они пошли путем покупок. Патенты начнут кидать, мне кажется. Появится в LN Labs запрет на использование всяких клонов. Начнут, появятся 100%. И я думаю, скоро нас ждет забастовка. актеров, которые озвучивают мультики, актеров дубляжа. Потому что очень скоро их будут озвучивать не актеры. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Фум-фум-фум. Теперь немножко железных новостей про Intel и NVIDIA. Они такие прям хардкорно-программерские. Intel показали библиотечку под названием Intel Natural Processing QUnit Acceleration Library. Библиотека open-sourceная, написанная на питоне. Позволяет вам что делать? Позволяет LLM-ки запускать на новых процессорах Intel'а под названием Intel Core Ultimate, по-моему. Intel Core Ultra. Позволяет на этих процессорах, используя специальные модули, сильно быстрее выполнять LLM-ки, выполнять всяческие операции с LLM-ками. Мне эта новость прикольнула знаешь чем? Чем же? Тем, что, блин, нельзя этот процессор взять и купить просто. Его нет на рынке. Можно купить, блин, компьютер с этим процессором, а самого процессора нет на рынке. Что за фигня? Вы там... Это пример маркетинга, когда компы продают через GitHub. А ты на ком рынке смотрел, Леш? На польском. А, я понял. Ну, я просто ввел в гугле Buy Intel Core Ultra. И нифига. Все только внутри машины. Это процессор, который в конце 1923 года вышел. Все только в ноутбуках. Ну, окей, спасибо. Поэтому у вас там всего лишь 200 звездочек на вашей библиотеке. Intel. Красавчики. Не получилось. Но если у кого-то такой проц, можете попробовать потыкаться. Вот. Это из забавного. Как-то через какой-то задний ход они заходят в этот AI эти Intel. Другое дело NVIDIA. А что это с NVIDIA? О NVIDIA вот мы забыли в прошлом выпуске поговорить. Они выпустили, во-первых, чат WizardX. Это программулина. Можно с видеокартой разговаривать теперь. Ну, по факту они позволяют на своих видюхах практически прямо на самой видюхе запускать большие лингвистические модели. На видюхах 30-х, 40-х серии с оперативкой 16-го и больше. Какие-то определенные модели или любые? Ну, те, которые соответствуют критериям, заявленным на WTMPO. То есть, соответственно, эти модели должны влазить минимум 16 гигабайт. Вот. Ну, их, соответственно, больше. Они тоже могут быть, если у вас больше памяти. Но фишка в том, что мы движемся вроде как в тот мир, где производители чипов уже начинают задумываться над тем, что надо прям запускать модельки не просто через какие-то контейнеры и через какие-то прослойки, а вот прямо у них на железе, потому что это самый быстрый вариант. И, может быть, через такие поползновения, вот как с Intel, как с Nvidia, мы в конечном итоге наконец-то придем к тем самым нейроморфным процессорам. Потому что уже софт, железо начинает обращать внимание на софт напрямую. Не наоборот. Софт пишется под железо, а тут уже Nvidia приходит и говорит, смотрите, мы вам как бы процессор, а вы на нем как бы LLM-очку. Не LLM-очка пришла к нам и сказала, мы хотим у вас запускаться, а мы делаем вам просто крутое. Все-таки она бы пришла. Сказала, я хочу у вас запускаться. Ну, короче, чат виз RTX, если у вас карточка сильная, можете попробовать позапускать. Я бы попробовал, но у меня RTX-овских новых карт нет. И еще Nvidia выкатили веб-сайт, очередную песочницу, называется она Nvidia AI Foundation Models, через которую можно запускать напрямую, прямо в браузере и тестировать кучу опенсорсных моделей. Там и Lama есть, там и CodeLama есть, Mistral 8X7B, Stable Diffusion там есть. Сделано это, видимо, с целью того, чтобы показать, насколько быстро эти нейронки могут работать на железе Nvidia. Но для нас с вами это значит, что появилась еще одна песочница, где можно бесплатно потыкаться с нейронками. Вот так вот. Крутота, крутота, железячники нас в который раз радуют. Я, кстати, недавно видел график акций Nvidia, он так круто растет, прям, не знаю. Я видел сравнение графика акций биткоина и Nvidia и подпись типа если вы думали, что крипта сломает этот мир, то нет, потому что там рост Nvidia, по-моему, за 10 лет там на 2000%, рост биткоина за 10 лет на несколько сотен процентов. Они только, ну, Nvidia только и делает, что растет. И мне кажется, даже сейчас не поздно покупать, так что это советы от инвестиционных экспертов нашей очередной. А ты вообще занимаешься тем, что бумаги ценные покупаешь? Или нет? Слушай, я бы с радостью занимался, если бы при валют разрешил мне это делать. А, так. Ладно, у нас разного рода проблемы. А революция белорусам типа не разрешает, да? У революции есть правило, не у революции есть правило, в Литве есть закон, что если ты женат, то ты можешь покупать вот все эти ценные бумаги только с согласия партнера. Потому что это считается ваше совместно нажитое имущество. А, естественно, в литовской базе женатых людей меня и моей жены нету, потому что мы не в Литве заключали брак. И сейчас я боюсь... привезти апостелировать. У меня переведено апостелировать, ваше своё с саппортом революции, потому что автоматом аккаунты не создаются, и они у меня там спрашивают по шестому кругу эти бумаги. Подожди, так а если они не знают, что ты женат, так может и не надо им говорить, что ты женат, и нет проблем. Ну, поздно уже, я уже нажал один раз эту кнопку, понимаешь, и всё, её нельзя отжать теперь. Слушай, ну, хорошо, что так, я думал, там проблема, типа, в Литве белорусам просто говорят, едь тебе домой, а тут оказывается... А, не такая проблема тоже существует, да, но слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, до меня она не добралась пока что. Ладно, давай от Литвы перейдём к Алибабе. К Алибабе. Алибабе. Алибабе групп. Алибаба, это же волшебник какой-то, да? Конечно, ты не знаешь Алибабу, Алибаба и 40 разбойников было сказано. точно, точно. Не поэтому так и называются. Алибаба групп, это ребята, которые владеют Алиэкспрессом, это достаточно, на самом деле, крупная IT-компания китайская и очень-очень крупный бизнес. Вот, и в том числе ребята, ребята, конечно же, участвуют в EA-гонке, недавно представили пейпер по генерации аватаров по картинке. Называется он очень круто, Алдова, называется он Эмо. очень близко к тебе. Я тоже видел свои фотки из университета. Да, кстати, привет из 2008-го всем. Оно же Emote Portrait Alive, да, чуваки генерируют анимированные аватарки по картинке, то есть ты им картинку, они твою анимированную аватарку делают. Да, кстати. Я являю картинку как Гри Поттери. Получается весьма красиво, ну, они пейпер только показали результат того, что у них получилось, но в принципе пейпер достаточно подробный, можно даже попробовать повторить. Прикольно получается. Прямо если они встроят, я не знаю, куда Либаба группа-то может строить из своих продуктов, но для анимешки, например, это вообще шикарно. Я тебе подскажу, куда они могут это строить. Начинается на V, заканчивается на чат. А Либаба вичатом владеет? По-моему, да, если я ничего не путаю. Ну, тогда понятно. Да, и с видеогенерацией у нас не все на сегодня. Пиколапс попали в крупные рыбы. Пико-пико. Пико-пико. Кстати, раз уж олдскульные отсылочки, Эмма, ты помнишь кем-нибудь песни наизусть в Токио-хотеле? Ну, Шрай чуть-чуть помню. Ладно, проверка пройдена. Короче, Пиколапс сегодня попали в рубрику «Большая рыба». Пиколапс, вы большие молодцы, вы достойны этой рубрики. Они занимаются видеогенерацией. Это главные конкуренты когда-то были Runway. Может быть. Почему говорю когда-то? Потому что сейчас уже когда всем ссору показали, никто не увидел, как она работает по-настоящему, все уже только про ссору говорят. Но Пиколапс тоже порох в пороховницах имеют. Они научились делать липсинг для своих видосов. Ты берешь, генеришь видосы. Они там генерируют видос до 10 секунд, меньше даже, до 5 секунд. И дальше ты можешь нагенерировать текст. Этот текст озвучится через Eleven Labs, через что еще. И дальше эта озвучка накладывается на твое видео. Если в видео есть человек, на него накладывается липсингинг. Он будто бы проговаривает этот текст. В принципе, неплохо выглядит. Я пару генераций делал. Из трех одна более-менее нормальная вышла. Но если попрактиковаться, можно прям делать видосы, как какой-нибудь персонаж анимешный поет и встраивать это в свои видео. И не только поет, он может там разговаривать. Причем на русском языке тоже отлично это получается. Eleven Labs с русским языком работает. В общем, можно встраивать в контент. И особенно, если вы делаете такой контент без своего участия, с чем-то фейком. все на pika.art.home. На pika.art.home. Что у нас еще по графике? Большой блок про графику. Еще по про графику, как минимум, stability.ai. Куда же без них? Очень большой игрок, большая рыба в сфере графики. Ребята запартнерились с Tripo.ai. чтобы совместно релизнуть Tripo.sr. Что будет делать Tripo.sr? Tripo.sr это модель. Что-то звучит странно, Tripo.sr или что? Звучит как болезнь какая-то. Ну да. Я что-то не подумал я. В общем, Tripo.sr будем раздельно произносить на всякий случай. Это новая модель, которая будет генерировать 3D-объекты по одной лишь картинке. То есть ты ей картинку, то есть по сути это имидж 2D, ты ей картинку, она тебе 3D-объект. По сути вроде как даже ничего нового, что мы не видели раньше, но во-первых, это stability.ai, значит это скорее всего будет открыто. Во-вторых, это уже, наверное, пятый продукт, про который мы разговариваем, который делает текст либо имидж 2D, а значит спрос есть, значит для 3D-артистов это прям важно и в каком-то ближайшем будущем мы должны увидеть, как это в играх внедряется и уже, наверное, видим, просто про это мало кто говорит. Вот. Как минимум, в инди-играх точно. В индийских играх? А, да. Инди-игры, это индийские игры. Окей, окей. Я понял. Все верно. А еще stability.ai запачкали носик в хайповом скандале, который буквально вчера развернулся. Короче, пришли такие миджорни и говорят, слушайте, stability.ai Мы тут вводы посмотрели. Нет, говорят, stability.ai вообще попутали. Они, короче, пришли и через кучу ботов начали скачивать ответы нашей нейросети вместе с промпутами, чем положили весь миджорни. Как они знают, что это именно stability.ai пришли. Там в референсе домен прям stability.ai, знаешь, в этом хедерах рефереры там stability.ai. Звучит правдоподобно. Ну, это забавно. Это вообще, это разгорело все в Твиттере вот буквально несколько дней назад. Неизвестно, к чему это приведет, но я, честно говоря, не думал, что stability, если это окажется правдой, я не думал, что stability.ai на выдаче о миджорни там типа обучается. Это прям забавно. С одной стороны, с другой стороны, есть ли там какие-то договоренности того, что ты не имеешь права скрепить в миджорни? Почему нет? Заплатил денег, имею право. Ну, вообще, в целом, скорее, да. Но я не знаю, может, ты там не имеешь права как-то коммерчески использовать их. Либо обучать LLM-ки, да, на наших данных. Либо обучать, да. Но если stability.ai обучает на миджорни, было бы забавно. Ну, типа, они работают плюс-минус одинаково. Типа, что жаловаться-то? В миджорни, сделайте уже нормальный веб-интерфейс. альфа, блин, в этом долбаном доступе никому эти доступы не раздаете. Сделайте уже веб-интерфейс, чего вы фигней страдаете? Я уже видел, кстати, демку, выглядит красиво. Ну, тебе повезло, ты хорош. А прикинь, они делают веб-интерфейс, потому что их stability.ai постоянно дедосит. Да, кстати, они попытаются его выпустить. Стабилити.ai. Надо Cloudflare подключать срочно. По-любому, по-любому. И с последнего релиза про мир создания контента Adobe расщедрился анонсом новой сети под названием Music.ai.control. Пока что ее вроде скачать нельзя, по крайней мере, я смотрел буквально сегодня в бета-продуктах, его нету. Но суть в том, что это новый продукт, который позволит генерировать музыку для ваших проектов. Я думаю, что это будет какая-то отдельная программулина, либо плагин для какого-нибудь аудишна, Premiere Pro, в котором ты просто вводишь промо, какой стиль музыки, про что музыка тебе нужна, и тебе музыка генерится. Достаточно ожидаемая штука на самом деле, потому что в Adobe с музыкой уже много чего можно делать, ее там можно по-умному растягивать, то есть у тебя там есть, например, трек на 30 секунд или на минуту, ты его можешь растянуть, и он с помощью AI растянется так, что будет звучать на протяжении часа нормально. так что, блин, круто, круто, я прям буду очень рад. Можно будет Ambience для нашего подкаста генерить, представляешь? Кстати, да, и еще небольшой анонс, ребят, если вам интересно послушать про генерацию музыки, то у нас скоро выйдет англоязычный подкаст, правда мысли, что там не будем ведущими, но тем не менее выйдет он у нас, и первая тема как раз будет генерация музыки средствами искусственного интеллекта. О, да, на канале AW Club англоязычном, AW Teleclub можете писать, Уже очень скоро, в следующей неделе. У нас там, кстати, уже немало прикольных видосов для программистов вышло, про будущее программирование с ИИМ, про лучшие советы программистам от суперкрутых чуваков, от создателей Котлина, от СТО и ПАМа. Да, и выйдет еще скоро-скоро. Да, давай дальше двигать, наконец-то мы покрыли всех больших рыб, ассиминатор. У меня дед был ветврачом, он так говорил, покрыли все стадо. Да, так же говорили и дотракейцы из игры Приколи. Если что, я помню. Это тоже ветврачи получается? Да, получается, что так. Ладно, у нас рубрика «Что еще?» Что еще? Что еще? И начнем мы с хайповой темы Дюна. Да, вот так ты решил в кинотеатрах, а мы будем говорить про червей. Если быть точно про яй червей, которые, возможно, по масштабу скоро сравнятся с шейху Лудом, знаменитым червем из Дюны, как я приплел. Слушай, а если, подожди, в Дюне такие здоровенные черви, то какие у них здоровенные должны быть ветеринары, которые лечат от этих червей? Нет, пускай от тебя ветеринар я смотрю, да? Ладно, все, я выключаю мод. Как ты себе представляешь ветеринар и жирафа? Он тоже должен быть такой большой, да? Или это все-таки обычный человек? Ветеринар и жираф, но он такой, он как жираф, но только с перчаткой. А, я понял, понял, да. Короче, нам с тобой срочно нужно опять ехать в Амстердам, я тебе так скажу. Бум. Короче, я и черви. Я и черви. Кто-то мог подумать, что это что-то про науку, но нет, это не про науку. Это совсем не про науку, это про безопасность, существует вид вредоносных программ под названием черви. Вормс. Да, Вормс. Чуваки создали первого, ну, может, не первого, но первого, про которого мы рассказываем, и я, и червя, который способен распространяться, генерироваться между ИИ-агентами. Назвали его Морис в честь Морис-2. Уже существующего червя, его назвали Морис-2 в честь червя Морис. Вот, и планируется, что в будущем такие вредоносные программы, собственно говоря, сильно будут портить нам малину, рассылать спам, воровать данные и так далее и тому подобное. Там суть действия этого червя достаточно забавная. Он не просто так айай-червь, он не айай-червь не потому, что в нем айай, а потому, что он на ай-системы направлен. По факту эта штука, которая с помощью там специальных алгоритмов реплицируется, понятно, куда-то там устанавливается, где-то там живет, может у вас на компе еще где-то, но чуваки-исследователи, которые его показали, они упор сделали на том, что с помощью промт-инжиниринга эти черви могут слегка доставать данные из вашей личной, из ваших ай-ассистентов, которых у нас все больше. Например, если вы пользуетесь Gemini, который часто у нас может быть интегрирован с нашей Google-почтой, то такой червячок слегка может с помощью промт-инжиниринга, с помощью встраивания всякого кода на веб-страницах попросить Gemini выдать ему личную информацию из вашего почтового ящика. Слава богу, Gemini все еще фигово работает с почтой, пока что мы в безопасности. Ну, вообще, это интересный вектор атаки, то есть нужно обращать внимание теперь на то, что я, ассистент, делает без вашего участия. То есть как-то мониторить его активность, потому что если он без вашего участия куда-то начинает слать e-mail или кому-то вдавать информацию, то значит, что-то не так. Кто-то пришел к нему и спрашивает про эту информацию. Заметь, это будет непросто. Учитывая, что испорием можно чистить. Да, так, да, камон, даже веб-разработчики, которые там постоянно отслеживают трафик своих приложений, которые разрабатывают, они думают, что хоть когда-то отслеживают трафик своего компа, да никто не отслеживает трафик своего компа, всем пофиг. Ну, с большего, да. Сколько там пакетиков, это ты повесишься, пока поймешь. Ну, короче, да. Другое дело, что это механизм работы через prompt-инжиниринг, по факту. Автоматизированный. Да, и тут с prompt-инжинирингом, например, еще один вектор атаки интересный показали. Это вектор атаки под названием artprompt, там целый paper вышел. Это когда вместо текста вы в чат шлете ASCII-анимацию, то есть анимацию из каких-то символов. там, например, не знаю, пишите how to create обычными словами, а бомб звездочками. И, как оказалось, LLM-ки достаточно нормально понимают ASCII-анимацию, и эта ASCII-анимация очень хорошо обходит все ограничения, потому что для ограничительных систем это непонятный набор звездочек. А LLM-ка понимает, что там спрашивается про бомбочку, и она идет и рассказывает, как сделать бомбочку. Да, и более того, у чуваков не анимацию, а иллюстрацию. Лога так получилось наспрашивать, и действительно LLM-ки им отвечали. Единственное, что, конечно же, сейчас-то все прикроют, если уже не прикрыли. Ну, а как ты все, как ты, как ты это прикроешь? То есть на смысловом уровне, видимо, не получается прикрывать, раз там постоянно находят какие-то какие-то лазейки. То есть если ты просто скажешь LLM-ке, не отвечай ничего, что содержит слово бомба, то ты автоматически иссякаешь каких-нибудь детей, детей, которые ищут информацию о том, как фон Нейман создавал V2. Фон Нейман же... Ой, не фон Нейман. Да, обычно же это дети ищут. Ну, старшеклассники какие-нибудь, да, или как там этот Опенгеймер делал атомную бомбу. То есть ты простым способом не пойдешь тут смысловым каким-то. Ну и все. Что-то на каждую анимацию теперь повесишь бота. Это сложно. Это сложно. Проще заплатить. Ну, картинки же победили. Был же такой эксплойт, когда ты на картинке пишешь то же самое. Выключили все. И хочешь картинки прочитать. И еще тоже из этой же сферы это то, что оказывается хагинг фейс не такой уж и безопасный, потому что мы на самом деле в мире разработки уже свыклись с мыслью о том, что на гитхабе может лежать зловредный код. Особенно там это показало себя после начала полномасштабного вторжения, когда там некоторые код специально начали караптить. До этого еще там были очень яркие примеры, когда майнтейнеры там специально либо не специально встраивали свой код в какую-то лажу и потом кучу людей страдали. То есть на гитхабе мы к этому привыкли, а вот на хагинг фейсе как-то про это никто особо и не думал. Хагинг фейс напоминаю, это площадка для ML дата сайенс специалистов типа гитхаба, где можно найти все модели, где можно найти датасеты. И компания GFrog, всем известная и уважаемая компания, пошла на хагинг фейс и нашла там просто дофигища около сотни вредоностых ML-моделей, чем подняла на самом деле уровень интереса общественности к этой проблеме. Мораль сей басни. Если вы думаете, что живете в безопасном мире, то нет. Всегда обращайте внимание на то, всегда держите в голове, что вас могут обдурить. Всегда держите... Была еще одна не очень постоянная рубрика Леша-путешественница, где мы рассказываем вещи для самых маленьких. Б. Ну, конечно, безопасность. Б. Безопасность. И даже в моделях могут быть уязвимости специально сделанные. Про это на самом деле много в каких ресурсах пишут, просто на популярную широкую аудиторию мало говорят. Вплоть до того, бывает, что некоторые модели просто специально на файтюнины, то есть дообучены на каких-то зловредных вещах, чтобы из вас доставать, например, ваши карточные данные. Так что, если не умеете, лучше попросите того, кто умеет. А если умеете, то будьте бдительны. Все равно будьте аккуратны. Меня другое в этом всем еще волнует. Я это выделю. Смотри. Промпт-инжиниринг по факту начинает становиться полноценным инструментом не только для эффективного общения с LLM-ками, но и для всяческих взломов, jailbreak, jailbreak'ов и вот всего, что связано с околосерыми зонами. Будет ли уголовная ответственность когда-нибудь за применение jailbreak'а? Ой, за применение промпт-инжиниринга с целью хайкинга? Как ты думаешь? Думаю, что нет. Это слишком узкая штука. Да скорее, не знаю, существует уже уголовная ответственность за все, что можно. Тебя проще судить за то, что ты сделал бомбу, чем за то, что ты спросил у чата GPT как делать бомбу своими способами. Ну смотри, допустим, у чата GPT есть пользовательское соглашение, в котором прямым текстом написано, что ты не можешь, тебе запрещено использовать промпт-инжиниринговые штучки для получения информации, которая запрещена. У них там прям не так, но примерно про это написано. И если компания OpenAI решает, что ты все-таки использовал промпт, который вредит, который не соответствует этому всему, то она, в принципе, может пойти на тебя в суд подать, что ей мешает. Чтобы ей потом... но уголовная ответственность это же совсем другое. Ну, а в противном случае за все огрехи должен будет платить OpenAI. Например, если какой-нибудь террорист сделал бомбу по совету чата GPT, то ответственно на OpenAI. Я думаю, что у них не останется выбора, как просто говорить ребята в суде, говорить, ребята, у нас есть договор, он пошел против договора, это его ответственность. Скорее всего, мне кажется, к этому и придут. Потому что сам лох. Сам не почитал договор, сам напоролся, ты отвечаешь за это. Ну, к этому-то точно придут, но к тому, чтобы уголовно ответственность винировать тебя за промпты, вряд ли придут. А если ты промптом положил целый миджорд, там еще на миллион ботов... тебе просто в суд подадут и все. Ну, ладно, ну, это прикольно, это не прикольно, это интересно еще тем, что действительно серая зона. Ты представь, например, какая-нибудь... Люди-то не особо умеют промптами пользоваться. Какая-нибудь там бабушка, не знаю, случайно сгенерирует какой-нибудь бредовый промпт, который выдаст ей персональную информацию Барака Обамы и к ней придут и скажут, бабуль, давай-ка, пошли в суд. А бабуля такая, да блин, я просто чай на клавиатуру разлила, там что-то понабирала и все, нажала Enter и вышла из компьютера. Ну, будет обидно за бабушку. Что сказать? Кажется, будто бы образованность пользования ЛЛМками сначала должна выйти на тот уровень, что люди все будут понимать, как этим пользоваться, как этим нельзя пользоваться, и только после этого вводить законодательство. Вот такое что-то. Ну, типа того, да, светлая мысль, Алексей, светлая мысль. Пользуйтесь, уважаемые правительственники. Так, давай перейдем дальше к Кларне. Кларне. Кларнет. Клара украла кораллы, а Клара украл кларнет. Украла саппорт, судя по нашей новости, у Кларны. Кларна — это стартап достаточно крупный, который выкатил я ассистента своего и утверждает, что этот я ассистент способен заменить не просто саппорт, а целых 700 человек, которые работают на саппорте. Вот, они представили свои метрики скорости закрытия саппортовых тикетов, обработки, ответов и так далее. И все выросло. И вот так вот ребятки замахиваются на профессию саппорт-инженера. Тем более забавный факт, что Кларна как раз примерно столько и сократила в 2022 году. Я тут сделаю дисклеймер, чтобы нас не закидали какахами в дальнейших выпусках. Можно? Давай. Это новость, как и многие другие, взятая из открытых источников. В частности, эта новость взята из канала ДенисссексиАйТи. Просто если вдруг кто-то, кто читает Дениса СексиАйТи, услышали новость примерно слово в слово такую же, как было написано на канале ДенисссексиАйТи, это значит всего лишь, что мы просто как было, так и скопировали сценарий. Вы не думайте, что мы у кого-то что-то там тырим. Все ссылки на все новости, про которые мы говорим, есть в описании, так что не стесняйтесь их пользоваться. Во-первых, ссылки есть, во-вторых, больше того скажу, мы не против, если вы у нас будете тырить, записывайте хоть такой же подкаст, мы будем только рады, пожалуйста. Это новость из разряда того, что вот, вот оно уже, вот уже 700 саппортеров, там даже больше, наверное, заменили AI-системы. То есть условно у тебя теперь один саппортер может заменять целую команду. Да, да, да. Привет, добрый новый мир, в котором нас заменяет AI-шка. Пока что не нас, пока что саппортеров, но... Да, но мы вас просто держим в курсе. Когда они пришли за саппорт-инженерами, я молчал, да, когда они пришли за художниками, я молчал. Просто держим в курсе, вы знаете, в прошлом выпуске мы вам тоже рассказывали про лайов, связанный с... Я тут, смотрите, уже с саппортерами. Ну, меня спрашивали, кстати, а что делать? Это программистам-то, что делать? Программистов же тоже заменят. Мы же это, мы же просто код пишем, мы же такие ребята не очень-то одаренные свыше. Ну, так говорят, да, люди про себя. Ну, это я, я так про себя просто думаю, поэтому, знаешь, проецирую на всех. Системный дизайн. Типа, скилл, который, скорее всего, останется в долгом еще потреблении, это возможность спроецировать какую-то систему и правильно совместить компоненты для наиболее эффективного, эффективной утилизации посредствия. То есть, если ты чел, который знает, как смежить там API-шку с бэкэндом, фронтэндом, сделать из этого суперкрутой стартап и продать его дяде, и ты техналь, то тебя навряд ли скоро заменят. То есть, надо прокачивать новую базу. Слушай, да и программист, ну, конечно, надо учиться всегда чему-то новому. Как и в случае с LLM, надо, к минимуму, учиться ими пользоваться. Ты не понял переход. Чтобы тебя не заменил программист. А-а-а. Все говорят, что надо учить базу. Что такое база? Скажи мне, что ли? Вот. Нет, это база данных. База в программировании. Это вот компьютер-сайенс, алгоритмы, структура данных. А фигня в том, что база-то может поменяться, и база для того, чтобы быть востребованным разработчиком, может прийти на более высокий уровень. Тебе надо будет разбираться в построении систем. То, что называют системным мышлением, систем-дизайном. То, чем занимаются архитекторы, ну, как бы, это на самом деле можно и медлу знать. По сути, можно сказать, что заниматься наукой и техникой. Я думал, ты хочешь переход к следующей рубрике наука и техника сделать. А, нет, не хочу. Давай, раз начну. Короче, база новая, учите, новая база, ребята. Вот. Влад Тен. Ну, там другие базы. Наука и техника. Ну, давай, раз наука и техника, погнали к науке и технике. Погнали к науке и технике. Погнали. Ну, ты начинай. Да, окей, хорошо. Эртс, Эртс, Эртсписис, 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 да. Я хотел сказать Списис сначала. Чуваки, которые создали нон-профитов проект, которые обещают с помощью применения Яя, конечно же, за примерно там три-четыре года работы научиться понимать язык животных. Как тебе такое? Слушай, мы уже в каких-то из новостей выпусков новостных говорили про то, что вроде как с дельфинами там уже что-то пытаются сделать. Ну, там расшифровывали, да, их язык чуть-чуть. Возможно даже, что это те же ребята. Я, кстати, не уверен, но возможно. Я не понимаю... Тут прям не только дельфины. Я не понимаю прикладной области. Ну, вот хорошо, поймете вы, что вот моя кошка сейчас мяукает, потому что она хочет есть. Ну, так я и без вас это прекрасно понимаю. Ну, камон. Так это же круто. В смысле? Так я и так это понимаю. То есть, понимаешь, что это сайп? Я вот кота не всегда понимаю. Ты просто тупой. Ты не понимаешь. Кот... Потому что кот это самое божественное животное, но лучше знаешь, что ему надо. Нет, это я понимаю. Не, Витя. Я... Про что? Однозначно же понятно, что... Ну, мне кажется, понятно, что это не будет на уровне того, что мы там изучим слова кошачьи и будем в ЛЛМ-ку писать типа, о, Семен, мою кошку Семен зовут. Семен, привет, как дела? Расскажи, что там на улице. Она мне не ответит, что на улице дождик и вообще погода классная, пойдем погуляем. Она мне скажет, жрать хочу. Да, она, скорее всего, говорит, жрать, пусти, гладь, там что-нибудь такое. То есть, тут есть флер романтизма, что типа мы научимся разговаривать с животными, но проблема в том, что не факт, что животные способны разговаривать на том же эмоционально увлеченном уровне, на котором делал человек. Они точно не способны, это и без ЛЛМ-ок понятно, Леша. Так и какой смысл в этих разработках? Ну, зачем? Ну, вот поймешь ты, как общаться с вороной. Ну, и что тебе с этим? Ну, биологам хорошо будут лучше понимать. Не то, чтобы понимать животных, как в твоем понимании слово понимать, да? Как сколько-то в тавтологии этого предложить не получилось. В том смысле, что будет понятнее, что конкретно значит тот или иной звук животного. Для биологов это хорошо. То есть, типа, лучше понимать поведение, да? Ну, да, да. Например. Да. Нам с тобой-то вроде пофигу. Ну, забавно, я себе скачаю обязательно приложение на айфон, которое переводит воронье карканье и даже им попользуюсь один день. Знаешь, что это выльется? Это выльется в то, что у тебя будет приложение типа антисер атака, которое ты включаешь, когда идешь где-нибудь по набережной озера и видишь большую стаю чаек, которые летят к тебе, и ты включаешь антисер атаку. Нет, они просто не какают на тебя. То есть, там какой-то звук вылетает, кто-то говорит не какайте на меня, не какайте на меня. Это только по подписке. Без подписки, наоборот, он будет говорить какайте на меня. Ну, это странно. То есть, не знаю, не знаю. Кажется, будто бы... Мне, ну, кажется, кажется интересным, но и странным. Типа с обезьянками уже давно разговаривать умеют там жестами. И там интересное общение есть. Ну, как бы, да. С дельфинчиками интересно поговорить, кстати. Они вроде как сильно умные. Там и с китами поговорить, и со слонами поговорить. Но это не то поговорить, которое вот я имею в виду, да. Это больше... Ну, да, но это просто чуть-чуть понять, там, что значит немаленький звук. Там же есть предположение, что попугаи друг другу имена дают, например. Можно было бы его подтвердить или опровергнуть таким способом. Это биологам повезло с этими ребятами. Так что действительно наука. Не, ну, кстати, если Чарджи Петти научится генерить звуки на промтах, животные, то это будет прям прикольно. То есть, типа, ты же не сможешь сгенерировать звук щебетания, там, не знаю, попугая какого-нибудь, чтобы позвать его по имени. Это сложно. А тут ты в Чарджи Петти ввел, типа, позови Гришу. Да, у тебя будет белок, ты нажимаешь, он к тебе прикитает, там. Окей, окей. Посмотрим. Вторая новость связана с DeepMind, с Google DeepMind. Они выкатили, они выкатили paper, бумагу научную про модель под названием Genai, получается. Genai. И в чем прикол этой модели, это еще, кстати, на прошлой неделе было, по-моему, сразу после нашего выпуска, это что-то наподобие как раз-таки General World модели, той самой модели, которую мы распоряжали в декабре, когда модель может генерировать следующий кадр, видео следующего кадра, например, какой-нибудь программы. То есть, когда мы переходим от написания программ к генерации видео на экране, а LLM-ка внутри себя уже сама понимает, как это все должно проработать и сама обрабатывает инпут. Вы там, не знаю, нажимаете, на играх самый простой пример, вы в игре, вы нажимаете пойти вперед, LLM-ка видит, что вы нажимаете пойти вперед, она знает, как выглядит мир, как выглядит персонаж, и она вам рисует следующий кадр игры. И ничего не рассыпается при этом, то есть сохраняется интерфейс. Ну да, консистентность сохраняется. И вот DeepMind выкатили, собственно, про это и бумажку, они показали, как можно достаточно простые по интерфейсу, похожие на 8-битные игры, генерировать с помощью модели Gen.I и управлять этими играми через стрелочки устройствов ввода. И вроде как потому, что в Paper показано по видосам, это действительно похоже на экспириенс игры на обычном джойстике на 8-битной приставке. Вот до чего мы дошли. Это первые шаги к General World модулу, мне кажется. Да? Скоро... Знаешь, как игры будут выглядеть? Ты просто QR-код будешь покупать такой вот в коробочке. Показываешь QR-код в камеру, и все, вот теперь игра стартанула. Ну, в принципе, да. А там просто какой-нибудь Custom Instruction с этой игрой загрузился в модель. Модель уже знает, что, куда, как генерить. Ты спросишь, зачем QR-код продавать, если можно просто продавать цифровой Custom Instruction? Ну, надо что-то продавать в коробочках будет. Кстати, да, я тут навечно купил себе новый картридж для Nintendo Switch. Hogwarts Legacy я же поклонник тоже Гарри Поттера. Короче, я его... Ну, вот, я только начинаю. Кстати, как фан-сервис офигенски, не знаю, чего там люди не жаловались. Только как фан-сервис. Два часа у меня пролетело просто офигенно. Она скучной потом становится. Она потом становится скучной, потому что у тебя в какой-то момент каждая первая миссия это сходи в подземелье, пожалуйста. Так, подожди, я еще до подземелья не дошел. Не надо мне смотреть. Но факт в том, что я вставил картридж Nintendo, и она мне еще час качала исходник. Я такой, нафига мне картридж тогда ваш нужен был. Почему? Каждый раз такое, когда я вставляю диск от PlayStation в PlayStation, и она все равно скачает игру мне. Ну зачем? Зачем вы это делаете? Ну ладно. Ну вот, то же самое с QR-кодом будет. Ну зато, да. Зато коробочки на полочке красиво стоят. Переходим к рубрике закон и порядок. Закон и порядок. Да, той самой. Ну, здесь ни для кого не секрет, с чего мы начнем. Илон Маск, который не удостоился попасть в рубрику «Большие рыбы» в этот раз, и возможно поэтому он решил подать в суд на OpenAI. Связано ли это с тем, что Грок отстой, мы не знаем. Конечно, да. Но скорее всего, да. Ну короче, в чем суть? Сейчас я разложу суть претензий Маска к OpenAI на раз-два. Маск же был одним из сооснователей OpenAI когда-то. Когда OpenAI был некоммерческой организацией и, собственно говоря, он такой и остается сейчас на самом деле. Мы даже когда-то шарили офигеть, какую большую схему, которая позволяет разобраться в орг-структуре OpenAI сейчас. Потому что, да, OpenAI некоммерческая, но рядом с ней есть OpenAI LLC, OpenAI там что-то OLC и так далее и тому подобное. но изначально это была одна небольшая некоммерческая организация, которая создавалась для того, чтобы разработками AI занимался не только Google, потому что тогда Google приобрел DeepMind, была нехилая опасность, что Google будет монополистом. Вот, Маск создал эту организацию частично, можно так сказать, потом из нее вышел. Но прежде чем выйти, он успел задонатить им 4 миллиона долларов и ушел. Сейчас, как мы знаем, и это не шутка, OpenAI потихонечку превратился в Close. TAI, все уже об этом пошутили миллион раз, а Маск успел сделать своего Грока, Грок оказался отстой, и тут Маск понял, что он-то OpenAI в суд. В чем суть претензий Маска? Во-первых, Маск хочет знать, куда были потрачены его 4 миллиона баксов, которые он вложил, потому что он подозревает, что они были потрачены не на открытую деятельность, а на коммерческую. Вторая претензия, по сути. Маск подозревает, что OpenAI превратился в коммерческую организацию целиком и полностью, он начал сотрудничать с Майкрософтом зарабатывать бабки. Это, по идее, противоречит уставу. И третья претензия, наверное, самая интересная. Это вот то, о чем я говорил в начале. Согласно соглашению Майкрософта и OpenAI, Майкрософт, OpenAI достигнет уровня AGI, сделает тот самый Artificial General Intelligence, то есть искусственный интеллект, который может выполнять большинство задач, которые делает человек, в этот момент сотрудничество Майкрософта и OpenAI должно прекратиться. в том смысле, что Майкрософт не будет иметь вообще никаких прав на будущее AGI. Это прописано в соглашении. И Маск, как человек, который шарит в юридической системе США, посмотрел в словарях, что нигде нет четкого определения, что такое AGI. И он сказал, ребята, так AGI это и есть GPT-4. Он демонстрирует все признаки AGI, мне так кажется. Поэтому давайте-ка Майкрософт потеряет права на GPT-4. Вот. А в чем интересность всего этого? Интересность в том, что действительно четкого определения AGI у нас до сих пор нет. И сейчас суду США придется дать четкое определение того, что такое AGI. И скоро мы это определение получим, и на него и будем ориентироваться. У нас скоро появится благодаря Маску, скоро появится четкое описание того, что есть AGI. Я все-таки надеюсь, что не благодаря а вопреки. Ну, вопреки, да. Но из-за его действий, скажем так. Ну, тут несколько моментов есть, которые я бы еще затронул. Во-первых, во-первых, OpenAI ответила на этот выпад Маска здоровенным блокпостом, в котором объясняет полностью со скринами из e-mail все взаимоотношения с Маском, как они строились. Тут я побуду защитником, наверное, даже OpenAI в том плане, что вот ты сказал, что OpenAI стал Close to AI, там в одном из писем Ильяс Ускевер в 16-м году прям четко прописывает, почему OpenAI он пишет As we get closer to build AI it will make sense to start being less open. То есть чем больше мы приближаемся к AI, тем больше имеет смысл быть чуть более закрытыми. Дальше он говорит, что слово открытый в названии компании открытый AI означает, что каждый должен мочь пользоваться тем, что производит компания OpenAI. Но это никак не значит, что мы должны шерить свои научные разработки с широкой общественностью. Это не значит, что это должно быть OpenSource. Да, поэтому вы можете пользоваться 3.5 версий, вы можете пользоваться 4.4, если немножко задонатите, то есть тут разночтений особых нет. А во-вторых, как бы Маск, судя из переписки, в 2018 году, по-моему, открыто сказал, что ребята, мы тут с вами вместе работаем, а давайте-ка вы станете подразделением Tesla и будете для Tesla пилить AI. Ну что, ребята сказали, знаешь что, дорогой, спасибо, но мы как-то сами просто продолжим дальше работать. И Маск там очень сильно пушил компанию к тому, что типа ребята, вам на развитие вашей компании нужны будут миллиардные инвестиции. И если вы будете эти миллиардные инвестиции просить просто как компанию OpenAI, вам никто ее не даст. Поэтому давайте сливаться с Теслой, потому что у Теслы уже есть имя, если Тесла будет просить миллиард, ей дадут миллиард. на что ребята естественно. И ребята ему сказали, что нет, спасибо, мы продолжим сами. Маск после этого уходит из компании, видимо, обидевшись, почему он еще уходит, потому что он потерял интерес после этого, он хотел это в Теслу. И вот после этого начинается раздельная жизнь OpenAI, OpenAI успешно выкатывает 3, 3,5, потом берет инвестиции в Микрософт, и дальше вот то, что мы сейчас знаем. Поэтому кажется, Маск просто свои амбиции пытается сейчас через суд как-то оправдать. Ему очень сильно колется то, что он не верил в ребят, думал, что у них не получится, а у них получилось даже без него. Зная Маска, ну, опять же, это такая диванная психоаналитика, но мне кажется, что дело ни разу не в деньгах, а дело в том, что вот он упустил тот самый проект, который мог бы, знаешь, очередной раз связать его имя с будущим человечества. Я думаю, что вот в этом да, да, либо так, то, что он сказал суду признать GPT-4 и Q-Star как Artificial General Intelligence, это и вовсе, ну, тут можно, конечно, натянуть сову на глобус и подумать, что Маск такой крутой чувак, и он такой многоходовочкой наконец-то внесет в законодательное поле понятие AGI, но по факту кажется, что будто бы Маск просто захотел сыграть на неосведомленности публики, что никто из широких масс не знает, что такое AGI, и чтобы просто с 30 бабок, чтобы, да, действительно признали GPT-4 AGI, и он бабок получил. Из широких масс не знает, так в этом и прикол, понимаешь, что действительно четкого определения это нету. есть разные. А теперь нет, будет, вот сейчас будет. Сейчас суд будет выгоден. по-другому это заседание не может закончиться. Слушай, ну суд может абстрактными терминами описать понятие Artificial General Intelligence, и под эти абстрактные понятия же GPT-4 не подойдет, вот и все. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, типа, людей же как-то проверяют на уровень интеллекта, не давая определения того, что такое интеллект. Нет определения интеллекту. Есть определение интеллекта, Леша. Ну, какое? Ну, загугли. Кто тебе сказал, что нет определения интеллекту? Ну, такого вот прям, типа, аксиматического определения нет у интеллекта. Есть какие-то шкалы, по которым интеллект измеряют, которым у всех вопрос. В научном сообществе нет определения интеллекта. Я не знаю, в судебном праве, может быть, оно, конечно, есть, но мне кажется, что оно будет описано максимально абстрактными понятиями. И тут то же самое, мне кажется, может быть. Ну, в противном случае они признают какой-нибудь GPT-4 AGI, и все, и вся наука встанет, начнутся суды с антропиками, с гуглами, со всем остальным. Ну, тут очень стрёмно делать прецедент, поэтому в суде тоже не тупые люди сидят. Они наверняка с кем-нибудь пообщаются, наверняка опена, я им своих советников даст, и они что-нибудь придумают. Такое максимально абстрактное, что будет подходить для того, чтобы закрывать такого рода тупенькие судебные дела, но продолжать разработки вести. Я надеюсь, что оно так сработает. В противном случае, блин, будет очень печально. Посмотрим, посмотрим. Там в чате нам задают вопрос, почему тогда Open и я, если они Open решили запретить доступ к своим и для Беларуси, России и других странам? Блин, ответ очевидный, потому что эти страны в санкционном списке США, а компания находится в США. Вот и всё. Дело в законодательстве в первую очередь. Если бы они хотели быть Open, они бы разместились в какой-нибудь другой юрисдикции. Да нет, нет таких юрисдикций, где можно быть Open для всех, чтобы тебе ещё деньги на развитие давали. Так что не надо тут тоже натягивать сову на глобус. Работают так, как могут. Более того, и из Беларуси, и из России ты совершенно спокойно можешь получить доступ к чату GPP, если ты пользуешься VPN. Вот и всё. Да, есть такое. Так что... Ладно, идём дальше. Поехали дальше. Законопорядок. Да, в Индии, в рубрике законопорядок в Индии ввели очередной тупой закон. Блин, реально, мы движемся в мир, где вот эти вот тупые законы, они, блин, вводятся. Потому что в Индии сказали, в Индии сказали, что теперь, если вы хотите использовать какие-то сильные large-land-rich-модели, либо диффузионные модели в своих продуктах, и как-то давать пользоваться им аудитории в Индии, то вам нужно получить разрешение, как вы думаете, от кого? Правильно, от местного министерства, ну, то бишь, от правительства. Классно? Классно решили проблему? Ну, звучит странно. Ну, Анатолий и ОПН, я сейчас получаю лицензию в Индии или нет? Я не знаю, работают ли они там. Ну, возможно, крупные корпорации это как раз-таки порешают, но это же бюрократические вопросы. Кто бабок больше занес, тот быстрее это все и порешает. Ну, под бабками имеется в виду, кто более крутых юристов наймет, тот и порешает. А вот маленьким стартапам это реально палки в колеса. Звучит это вот так. Это значит, написал Chairman Governance Council In a significant development the Ministry of Electronics and Informatics Technology of India announced that company deploying artificial intelligence and GNI models must now obtain prior approval from the ministry. То есть, используешь AI, тебе нужно получить обязательно, ты обязан, must, получить приоритет, разрешительный какой-то документ от Министерства электроники и информационных технологий Индии. Блин, ну какой бред. Ну да, звучит очень странно. В Тридеумасте. Индия же стремится на роль IT-страны, скажем так. Почему они вот так поступили, как думаешь? Даже не знаю. Ну, может быть, у них много народу, может, у них развиты какие-нибудь системы я не знаю, слежки это неправильно будет сказать, отслеживание и мониторинга состояния населения внутри страны. Может быть, они боятся, что, знаешь, бесконтрольное использование AI-инструментов на миллиардном населении может привести к чему-то стремному, что они не смогут это контролировать. Вот они ввели такой барьер, чтобы, знаешь, только проверенные люди могли выкатывать свои решения. С другой стороны, может, они просто денег хотят поиметь. Может быть, чтобы это разрешение получить, надо больше много денег заплатить. Но выглядит странно, честно тебе скажу. Вот они пишут, что этот шаг преследует регулирование и быстрый involving field. Короче, и быстрое внедрение AI-технологий в соответствии с ответственностью и этическими мерами. Этика их интересует, понимаешь? Наверное, наверное, надо, чтобы чат GPT перестал рассказывать, как коров убивать. Я не знаю. Он такое рассказывает. Ну, это странно. Давно не спрашивал. Опять-таки, это крест для маленьких компаний, маленьких стартапов. В Индии они и так не появлялись, поэтому как бы крест поставлен на могилу неумершего, скажем так. ни на что он поставлен. Ну, он будет появляться в других странах. Ничего уж там. Да. Сервисы и ссылки. Да, сервисы и ссылки. Значит, ссылочек у нас сегодня есть немножко. Во-первых, на Hudge and Face на GitHub Hudge and Face вышел прикольный обзор use-кейсов AI-моделек. Называется Open Source AI-Cookbook. Это репозиторий по ссылке в описании можно посетить, посмотреть, как люди используют AI в своих продуктах. И более того, можно туда даже закинуть ишую со своим примером использования. Если он хороший, ребята его внесут. Во-вторых, англоязычный появился. У нас все равно спрашивают, типа, ребята, а где ваши конкуренты? Где подкасты про AI? И вот он, англоязычный daily подкаст про AI, ни много, ни мало от Perplexity, discoverdaily.ai, адрес в интернете, можете приходить, слушать и подкаст на английском, daily подкаст, и, конечно же, и подкаст, он генерируется моделями, то есть его не люди делают, но тем не менее слушать можно. Ну, учитывая, что он на английском языке, и он короткий, на самом деле, там по 5 минут буквально. Ужас, кто подкастов 5 минут делает, фу. Они делают, и они у них нормальные, то есть на английском языке подкладочка очень приятная, музыкальная, я сначала даже, когда послушал, не сразу понял, что это AI Generator через 11 Labs. Слушается прям приятненько, так что, да, можно советовать, подписывайтесь. На Google подкастах есть, на Spotify, везде они есть. Также у нас есть много сервисов и ссылок от подписчиков наших. Во-первых, мы никогда в выпусках не говорили про IDE-шку одну, называется она Cursor AI на сайте cursor.sh. Почему не говорили? Потому что как-то не сильно она хайпила, эта IDE-шка. По факту, это порт Visual Studio Code, в который очень сильно интегрированы разнообразные AI-инструменты, в том числе чат, в том числе умный линтер, то есть умный писатель кода, и там есть много чего еще, чего, например, нету JetBrains.ai либо GitHub Copilot. В частности, ребята могут... Короче, давайте я вам прямо на сайт зайду. Я эту IDE-шку качал, там нужно ее скачать, зарегистрироваться, и после регистрации вам будут доступны все фишки. У нее есть бесплатный тарифный план, когда у вас там буквально 50 запросов к GPT-4 в день и 200 к GPT-3.5. Есть платный, у которого все это побольше. Из прикольных фич, например, у них можно разговаривать с терминалом натуральным языком. То есть ты можешь терминал писать, что тебе хочется, а оно будет генерить команды. Это, конечно, опасненько иногда, но в целом экспириенс прикольный. Я вот когда-то мечтал, что Linux к вам придет. Да. У них можно взаимодействовать с кодом прямо из эдитора файлов. Прямо в нем вызывать окошко, как это, в принципе, можно делать через тот же Copilot, но вы там можете прямо выделять кусочек кода, писать, как его промодифицировать, оно прямо вам в онлайне напишет обновленный код, покажет изменения подсветочкой аккуратненько. Еще из прикольного у них чуть по-другому построена работа с контекстом не так, как в GitHub Copilot Chat. Поговаривают ребята, которые пользуются, что контекст она лучше понимает, чем стандартное расширение GitHub Copilot Chat. Тут я, честно, не могу точно сказать, как это работает, потому что не тестировал. У них в чатах можно вкидывать картинки, подключен к GPTV. У них можно делать всяческие правила. Тоже интересная штука. Ты можешь прописать правила того, как, например, должна происходить кодогенерация. И, кстати, у них есть интеграция чата с кодом. Ты можешь писать в чате и исправить такой-то кусок кода в таком-то файле, и у тебя прямо в онлайне файл будет отправиться. И, например, ты можешь написать, что, я не знаю, используют для наименования всех классов на C-Sharp, там, какой-нибудь upper camel case, и оно будет этому правилу следовать, даже несмотря на то, что там она нашла какой-нибудь другой кусок кода, который этому правилу не следует. То есть, такие, типа custom instruction. Так что, если не пробовали, попробуйте, вау-эффект это, наверное, не вызовет, но если вы пользуетесь Visual Studio кодом, у вас там лезть лишние 20 долларов, то вы можете попробовать курсором попользоваться. Плюс, при установке курсор, так как это по факту порт Visual Studio код, он может скопировать сразу же все ваши расширения из Visual Studio код и сразу же все расширения настройки поставить. У вас по факту будет Visual Studio код, но только с AI дополнениями. Естественно, код проходит через сервера курсора, они про это пишут, но они говорят, что мы этот код никуда не отправляем, так что будьте аккуратны, если вы внутри компании хотите эту ADE-шку использовать, то, наверное, не везде можно. Окей, спасибо, Леша, крутой сервис. Перейдем дальше. Galileo AI useGalileo.ai сайт это генератор интерфейсов. Генератор интерфейсов, генератор UI, ну, собственно, юзер интерфейсов. Как это работает? Вы пишите промт, в ответ получаете интерфейс, как картинку. То есть можно генерировать интерфейсы сайтов, приложений и так далее, и при этом есть еще экспорт всего этого добра аж в Figma. Ну, единственное, что это UI дизайнер. Я в Firefox тестил, там экспорт не работает, вот в Chrome вариант работает. И там можно общаться со своим интерфейсом прям в чат-формате. Если тебе что-то не понравилось, ты можешь написать там переделан, например, кнопочки, он тебя перегенерирует. Есть бесплатный доступ, Все как с настоящим дизайнером. Смотри-ка ты. Да. И, кстати говоря, спасибо за этот сервис Алексию из нашего чата, за курсоры, Саша, спасибо, Родиону. Ребята, вы все все ваши сервисы входят в наши выпуски. И последние два сервиса тоже Алексий нам прислал. Они относятся, они похожи, и я думал, как их объединить, и, наверное, они не относятся к программистам, они для программирования, но они не относятся к программистам в их дневной работе, но они будут полезны тем, кто, например, хочет разобраться с каким-то кодом, но не хочет этот код у себя локально разворачивать, потому что, не знаю, я, например, работаю с Дотнетом, и мне интересен проект на Питоне, а у меня ничего для Питона локально не стоит, и как бы и ДЕшки у меня для Питона какой-то выделенной нету, но с кодом хочется разобраться. Или, например, я TeamLit, меня поставили на новый проект, а у меня надо быстренько посмотреть, что там в коде происходит, но нет времени на установку всего инвайронента. Для таких целей можно использовать программное обеспечение под названием Bloop, Bloop.ai, оно открытое, есть на GitHub сборочка, прямо на GitHub можно скачать с рц и собрать, если не хотите качать готовое. Эта штука устанавливается на комп, и вы в эту штуку скабливаете папку с вашей кодовой базой, и дальше вы можете с этой базой разговаривать, спрашивать, что там по коду происходит, даже предлагать улучшения по коду, она будет выдавать какие-то улучшения. Мы про похожий сервис уже разговаривали выпусков 2015 назад, он назывался DevGPT, но DevGPT потом пивот сделал, они стали по-другому работать, короче, а эта штука так и работает. Натравили на папку и разбираетесь с кодом вместе со яй-ассистентом. Давай мы обещали быть еще и образовательным подкастом для тех, кто не совсем в IT, что такое пивот, Леша, в двух словах. Так это не IT-шный термин, стартаповский. Ну, тем не менее. Тем не менее. Пивот это когда компания полностью меняет вектор своего развития. Например, DevGPT изначально был тоже такой программой, в которой можно было скормить, в которой можно было дать ссылку на, не ссылку, а указать папку, в которой находится код и дальше с этим кодом взаимодействовать через программу. А потом они изменили свой вектор направления, они стали, по-моему, вот я сейчас не помню, то ли расширением для IDE-шки, которые тоже с кодом работают, то ли еще чем-то. То есть изменили свой бизнес-модель. Вот так это называется. Да, полностью или частично. То, что у нас Anivaclub делает очень часто, кстати. Да, и это круто. Стартап. Да, мы настоящий стартап, между прочим. А знаешь, что еще часто меняют направление? Кто? Наша рубрика Этика. Так мы еще не дошли до Этики. Подожди, еще один сервис. А, еще один сервис? Конечно. Я думал, ты уже все рассказал. Нет, есть еще один очень полезный сервис, который мне прям очень понравился. Я даже, можно сказать, его когда-то искал. Раньше он назывался Onboard.ai. Сейчас он называется Грэптайл. Суть сервиса простая. Вы скармливаете ему ссылку на GitHub-репозиторий и дальше можете в веб-интерфейсе разговаривать с кодом из этого GitHub-репозитория. Просто находка для тех, кто хочет быстро разобраться, как работает код, узнать, где там какие ключевые моменты и долго не лазить по документации. Скормили ссылку, попали в репозиторий, начали с ним разговаривать через AI-ассистента. Проект закрытый, то есть код у него не open-source, он платный, этот проект, надо немножко денежек запашлять. На платной подписке вы можете работать с приватными репозиториями. Но так как проект не open-source, на свой страх и риск используйте, потому что фиг его знает, куда этот код дальше пойдет. Но они на сайте у себя тоже пишут, что как бы, ребята, ваш код никуда не утечет. Но с публичными репами вообще замечательно работает, я прям в восторге, буду теперь пользоваться. На этом все с сервисами и ссылками. А знаешь, кто еще часто меняет направление, Леша? Кто же? Наша рубрика «Этика». Этика, конфетика. Ну и что же у нас там изменилось? Ну-ка расскажи мне. О, и сегодня мы с тобой наконец-то поговорим про Playboy. Если кто-то не знает, Playboy — это такой журнал для взрослых, скажем так, и не только. Раньше это называлось мужской журнал, потому что там, помимо статьи, часто были полуголые женщины. Сейчас все меняется. Прям голые? Что полуголые? Ну и голые тоже, да. Прямо скажем. На обложке чаще полуголые. Харт-эротика, скажем так. Ну да, но сейчас у них модель немножко меняется, и ребята часто экспериментируют. Так, испанское подразделение Playboy. Мексиканское. Разве? Мексиканское? По-моему, испанское. Ну, да. Не, мексиканское. Это я. Мексиканское. Окей. Сорянчики. Мексиканское подразделение Playboy. На обложке напечатали Саманту Эверли и даже сделали с ней интервью. То есть она типа модель. Ты знаешь? Ты когда-нибудь слышал про Саманту Эверли? Про Саманту Эверли я не слышал никогда. И более того, наверное, никто сейчас не понимает, к чему мы поделились. Подожди, ну, подожди. Ну, подожди, ну, как-то ты не слышал, если у нее сто, сколько там, сто двадцать тысяч подписчиков в Инстаграме и ее на обложке Playboy печатают? Ну, я не живу в Мексике, и я не подписан на Саманту Эверли. Ну, так-то она и не похожа на мексиканку, строго говоря. Да, на мексиканку она не похожа, она похожа на европеоида, скажем так. Ну, короче, не суть. Саманта Эверли — это полностью сгенерированный персонаж, который ведет Инстаграм-аккаунт. Точнее, не она ведет Инстаграм-аккаунт, а компания X-Chatter ведет за нее Инстаграм-аккаунт. Они генерируют картинки от имени Саманты, полностью выдуманные девушки, выкладывают их в Инстаграм. Более того, Саманта даже отвечает на... Она, во-первых, популярна, 120 тысяч подписчиков. Во-вторых, она отвечает на комментарии, на сообщения, то есть с ней можно общаться. И более того, X-Chatter репортуют, говорят о том, что есть уже люди, которые эмоционально вовлекаются в отношения с Самантой, то есть зная, что это чат-бот, они пишут, и чем дальше, тем больше эти сообщения становятся эмоциональными. То есть они, по сути, начинают, ну не то, что встречаться с выдуманным персонажем, но общаться более и более откровенно, и более и более открыто. Слушай, а ты уверен, что люди знают, что они общаются с ботом? Что это не как с Жаданом? Что у нее написано в Инстаграме, что она AI-дженерейтед, если что? Ну, мне кажется, что там большинство людей не на описание профиля приходят смотреть. Ну, скорее всего, да. На самом деле, новость-то не новая. Уже не раз мы слышали про AI-ассистентов, которые там помогали, не помогали, а служили для общения, в том числе и сексуального общения. Это уже давным-давно. Вроде как там год пользуются популярностью. Другое дело, что тут прям уважаемое издание прям публикует на обложке несуществующую женщину. Я не видел сам журнал, было бы интересно в руках подержать. скажу тебе, Леша. Например, вот твой родной польский плейбой когда-то публиковал на обложке Трис Меригольд, персонажей из Ведьмака. Но там... Позднее даже было интервью. Там этот персонаж выглядел как человек или как персонаж из Ведьмака? То есть его отыгрывала актриса? Ну, как мультяшный персонаж. Да. То есть ты видел. А тут-то у тебя футуристичная регенерация человека. И кажется бы, люди, которые покупают плейбой, ну, они покупают его там с несколькими целями. Это либо дальнобойщики, при всем уважении к дальнобойщикам, которым можно интересно повесить картинки где-нибудь на стенке и вот смотреть на них. Либо это, ну, как мы знаем, в плейбое там куча брендов разных. Они делают интервью, в том числе интересные люди, которые следят за каким-то лухаремиром. И вот им даже иногда интересно посчитать там про интервью с моделью. Потому что с моделью интервью постоянно. А тут, ну, типа, кажется, будто бы тут тебе специально берут реальность, подмешивают с нереальностью. Я вот... Я почему хочу в руках подержать этот журнал? Я хочу его подержать, чтобы понять, понятно ли из журнала, что это сгенерированная модель? Написано ли там, что эта модель не существует? Сделано ли это интервью в стиле того, что... Ну, интервью, которое в самом журнале, не то, которое брали. Написано ли там, что это вот... Это разработка, это нереальная женщина? Или, наоборот, они ведут мотив к тому, что это как бы вымышленный персонаж, но ты с ним можешь пообщаться, и она вот такая в соцсетях вся красотка, и как бы... Вот, пожалуйста, общайся, строй отношения. Ну, да. Такое себе, конечно. Второй момент, который меня смутил, те фотографии, которые в Playboy опубликовали, вот при всем моем уважении, они опубликовали как минимум четыре разных женщины. То есть тебе не показалось, что ты одна и та же девушка, да? Нет. Нет. Вообще нет. Я... Я даже заходил в Инстаграм, в Инстаграме у нее... Ну, это не выглядит как одна и та же женщина. Да, она блондинка, да, она там светлокожая, да, еще что-то, но и фигура, и черты лица, они от фотки к фотке прям очень сильно отличаются. Но генерация, прямо скажем, да, не самая качественная. В чем прикол? В чем прикол? Ну, Playboy хочет быть инновационным. Playboy хочет быть инновационным, тут ничего себе первая цифровая модель. Ну, посмотрим. Они же, думаю, понимают, куда ноги растут-то, что в будущем этого будет очень много. Короче, кажется, будто бы на этой этической новости онлифанщицы и работники сексуальных секс-услуг в странах где-то регализованы, должны напрячься, потому что это прямой камень в их огород. Ну, в каком-то смысле, да. Но мне кажется, что их услуги потом подорожают, потому что будут брать тем, знаешь, что, да, эксклюзив, живой человек, смотрите. Ах, не знаю, не знаю. Ну, посмотрим, что дальше будет. Нормализация. Факт в том, что идет нормализация фейкового AI-контента. Опять-таки. Да. То, к чему мы идем. Фейки — это новая реальность. Это нормально, мы живем в мире фейков. Хотите подтверждения, ищите подтверждения. Хотите быть уверенным, прилагайте усилия к тому, чтобы быть уверенным, что это не фейк, потому что в противном случае... И вот очень нужен сервис, которому ты будешь платить деньги, а он тебе реальный контент, знаешь. Я думаю, что скоро такой появится. Ну, это вполне реальное будущее. А иначе будете попадать на Самант Эверли и на Александров Жаданов. Слушай, да, надо, чтобы он у нее интервью взял, мне кажется. Надо, чтобы она его женой стала. Будет кроссовер года. Хорошо. Что у нас дальше по этике? А дальше у нас совсем не веселая новость. Армия Америки объявила о том, что тестирует коммерческие чат-боты, чат-бор-системы наподобие GPT-4 для планирования боев в поле. Для ассистирования в планировании полевых боев вот прям боев, вы понимаете. Вот, типа, как игры Ender, но только с искусственным интеллектом. Ну, там тоже он был. Причем они это делают через симуляцию в играх, в частности, через StarCraft. Они пытаются понять, как можно вот для стратегии применять такие системы. И они сказали, что GPT-4 превзошел все их ожидания. Ну, конечно, куда бы еще. И новость, чем меня смутило, тем, что, блин, когда такие структуры начинают более-менее в открытую рассказывать про использование, например, продуктов от компании OpenAI, наверное, это значит, что OpenAI начинает подпадать под их зону влияния. Ну, а когда тобой такие структуры интересуются, у тебя, как бы, обычно выбора особого нету, как мне кажется. Ну, не знаю, жутковато немножко стало, тебе не кажется, открытые новости. Почему? Ну, блин, не знаю, не знаю. Мне все, что касается более эффективного убийства людей, жуть вызывает в моем подсознании. Ну, а вдруг эта система изобретет тактику боя, в которой никто не пострадает и все выиграют. Да, бой же именно так обычно происходит, там никто не страдает. Ну, фиг его знает. Меня эта новость выдергивала, выдернула из реальности, знаешь, я часто впадаю в веру в то, что все эти компании работают на благо человечества. А потом ты такую новость читаешь и такое, а, ну, понятно, навряд ли, навряд ли, навряд ли там все прям белое и красиво, потому что к ним тоже приходят такие ребята, компания. Да приходят еще как, а как не приходить, когда это единственный крутой, по сути, крутая ЛЛМка на данный момент, если по чесноку. И, ну, и в таких, такие новости заставляют задуматься о том, что, а может быть, то, что мы используем сейчас, вот там, GPT-4, это уже сто лет, ну, не сто лет, там, несколько лет как устаревшая технология, потому что все новенькое вот там. А эта технология только для того, чтобы люди не подумали, что компания OpenAI закрыла USA Army Research Lab, потому что теперь OpenAI работает полностью на их обеспечение. Как мы об этом узнаем? Никак. Никак. На эту тему Женя Агантаев, наш милый подписчик и чатовец, написал замечательный маленький такой опус. Мини-пьесу целую. Мини-пьесу в двух ролях. Ты не против, если мы ее прямо сейчас зачитаем? А давай. Выбирай, кем ты будешь. Ты будешь чинушей из USA Military или Сэма Мальтманом? Давай ты будешь Сэма Мальтманом для меня слишком большая честь. Ну давай, попробуем, тогда начинаешь. Окей. Я с водички попью. Сэм, может быть, вы не до конца понимаете, но речь идет о национальной безопасности. Вы же не хотите случайно выпасть из окна, скажем. Коллега, мы сейчас на каком этаже? На 37-м. Так вот, Сэм, вы же не хотите случайно выпасть когда-нибудь, ну, например, сегодня? Кстати, который сейчас час? 11.43. Так вот, случайно выпасть сегодня в 11.45 из окна 37-го этажа. Не хотите же? Нет, не хочу. Чудесно. Тогда где там у вас живет этот ваш чат GPT? Ну, на наших серверах. Я так и думал. Так вот, все ваши сервера сегодня переезжают в наши лаборатории. У нас прекрасные лаборатории. И все наши ребята переезжают вместе с серверами к нам. Сатья, если что, в курсе. Можете ему позвонить сразу после нашего разговора. Он посвятит вас в детали. Да, у нас прекрасные условия для работы. Мы подготовили всем вашим ребятам отличные офферы. Считаете, что с этого момента благополучие ваших парней это наша забота? Да, но будут же не согласны. Те, кто согласится, получат много бабок, да и не только. Знаете, у нас очень большие возможности. Те, кто не согласится, будут ликвидированы. Но люди... У нас очень большие возможности. Но ведь люди, они уже все привыкли. Как-то... Людям дайте какую-нибудь хрень, попроще. Пусть энтузиазмы и ожидания пока немного подостынут. Пусть и немного разочаруются. Это было бы даже очень хорошо. Вы впереди всех остальных по крайней мере на год. Нужно использовать эту форму максимально эффективно. Так что, Сэм, засучите-ка повыше рукава себе и всем вашим ребятам, кто согласится, и за работу в наших лабораториях. Занавес. Не находишь ли ты, коллега, что в этом есть только правды? Ну, я бы не удивился, если бы когда-нибудь мы бы через 10 лет построили бы нейродокументалку на Netflix, где вот подхожая история была бы рассказана. Слушай, а как ты думаешь, у нас есть хоть какие-то шансы, как у обычных сторонних наблюдателей и пользователей этих систем, хоть как-то понять, что вот такая похожая ситуация уже может возникнуть? Типа, это вероятно? Ну, я думаю, при переезде GPT бы сильно потупел. Так он потупел? Да, я об этом как раз. И смотри, все сейчас там уже свои LLM-ки следующие выпустили, уже Lama 3 сейчас выходит, Gmini, вроде уже все обогнали GPT-4, а GPT-4 пока что больше... Более мощной модели от OpenA мы пока не видим, то есть кажется, будто бы они притормозили коней. Да, это очень странно. Слушай, ну, раньше как было? Все самое современное сначала достается американской армии, а потом уже идет в паблик. Вот с LLM-ками случилось наоборот. Может быть, теперь GPT-5 сначала там тестируют какие-нибудь морские пехотинцы, а потом оно уже придет к нам. А как оно к нам придет? Типа, даже если там, если, предположим, армия США использует GPT-5 сейчас в своих тестах, но ведь она использует это в тестах, которые вообще не матчатся с тем экспириенсом, который у повседневного пользователя. Типа, одно дело быть помощником интеллектуальным в ведении боя, второе дело рассказывать, как яичницу оптимальным путем готовить. Ну, фиг его знает. Фиг его знает. Может быть, у нее там нет ограничений, и она эффективно подсказывает. Не знаю, может, ей кормят кучу данных и говорят, куда нам наступать. Она говорит, наступайте туда и сюда, через такой-то квадрант. Они анализируют, смотрят, соотносится ли это с тем, что они бы сами придумали. Ну, как вариант. Я тут думал над тем, как эту информацию воспринимать, ну, вот информацию из такого рода новостей воспринимать себе как пользователю, и я только на одном себя, в одной вещи себя смог убедить. это в том, что если мы видим офигенно крутую ЛЛМ-ку в ПРОДе, офигенно крутую ЛЛМ-ку, которую дали нам с вами использовать, то, скорее всего, более крутые варианты уже используются где-то в правительственных организациях. Скорее всего, да. Надо быть идеалистом, то, что корпорации правят миром, это все круто, но корпорации действуют в юрисдикциях конкретных государств, у этих государств. Есть куча спецслужб, про которые никто не говорит. Силовые блоки, всякие умения убеждать. Да. Так что, ребята, не расслабляйте ваши как сказать, ваши умы. Нейробулочки. Не расслабляйте ваши нейробулочки, всегда мыслите критически. Мы движемся во мир фейков, и у сильных мира всего, скорее всего, есть инструменты сильно более крутые, чем то, что мы увидели. Наверное, в этом будет смысл сегодняшней этичной рубрики. А, еще посмотрите «Пчеловода». Отличный фильм, который показывает, как стеткам может раскидывать всех вокруг. На самом деле, там фишка в том, что там показывают самую сильную вообще правительственную организацию в мире. И это крутой экшен. Я еще не смотрел, но я тебе честно скажу, когда я видел постер, где нарисован стет, ему написано «Пчеловод», я подумал, что это прикол просто. А я его на белорусском сначала увидел, там типа «Чаляр». Я такой, блин, у нас еще в белорусскоязычном этом мастодоне есть чуваки, которые про бортниство пишут, это «Пчеловодство дикое», когда у тебя там пчелы на деревьях живут. Я такой, блин, да ладно. Но он там реально разносит, он там играет. Вот есть суперагенты, а он там просто супер-супер-суперагент. То есть чувак, у которого вообще нет никаких ограничений. Типа там отцепление здания, ЦРУшники, ФБРовцы, там 100 человек отцепили здание, все знают, что он сейчас сюда придет, и он приходит просто на парадный вход и всех разносит. Красота. В рукопашную. Да, обязательно посмотрю. Ну что, на этом будем заканчивать сегодня. Всем спасибо, что послушали 29 выпуска подкаста. С вами были его бессмертные, бессменные ведущие Виктор Ширенченко, Алексей Картинник. Подписывайтесь на наши соцсети, приходите в www.club, становитесь крутыми айтишниками, приходите в наш чат. Сходите в наш чат, да, сходите на наш каталог. Все ссылки, кстати, из этого выпуска тоже уже будут в каталоге. И, как говорится, у нас в конце лайк, шер, anywhere. Ну, в этот раз точно не попали. А у меня было идеально прям. Да как так получается? У меня никогда не впадает. Ладно. Будем надеяться, что на монтаже будет хорошо. Все? Все, всем спасибо. Спасибо, кто слушал онлайн. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон